Раз, раз, раз. Всем доброе утро. Меня зовут Денис Донченко и я представляю компанию 1S Bittrex и сегодня буду ведущим вебинара. Подскажите пожалуйста, слышно меня, видно ли мой экран, в данном случае это презентация. Вот и мы с вами дальше продолжим. У вас есть в вашей программке, которые устанавливали такое поле, раздел называется Questions. Туда можно будет писать всякие вопросы, которые будут возникать по ходу вебинара. Вот, а сейчас просьба написать, слышите вы меня, видите ли вы, как сейчас с качеством у себя в принципе по максимуму все настроил. Так, ну все написали, что видно и хорошо слышно. Это хорошо, это отлично. Тогда приступим к вебинару. Поставил на запись. Да, точно поставил. Поэтому, если вдруг понадобится вам отлучиться по ходу вебинара, не переживайте, вы сможете скачать сегодняшний вебинар с нашего сайта, посмотреть какие-то моменты, которые упустили. Итак, сегодня наш вебинар посвящен созданию интернет-магазина. Вебинар буду вести я, представитель компании Bittrex и наш партнер Сергей Демин, это представитель компании ITIN. Я, соответственно, расскажу про сам Bittrex, покажу, что такое интернет-магазин на Bittrex, как им управлять, как его настраивать. Вот, а Сергей расскажет про сам процесс создания сайта, выбор исполнителя, какой подход лучше использовать, использовать какие-то готовые шаблонные решения или разрабатывать интернет-магазин с нуля, где какие плюсы и минусы. Ну, в общем, расскажет больше именно про организационную составляющую, я же со своей стороны покажу в основном технику. Я, на самом деле, хочу еще сразу анонсировать февральские вебинары. Мы с февраля планируем перейти, скажем так, на новый формат. Если сейчас у нас в основном вебинары, ну, кто уже там не первый раз, да, пришел послушать в курсе. Ну, и так, в целом, видите, да, что у нас сейчас вебинары в основном посвящены какой-то общей теме, именно со стороны Bittrex, да, то есть мы в целом рассказываем про все, начиная от создания, да, и заканчивая, ну, включение там каких-то определенных настроек на сайте, да, показываем все там, как заказы делать, как скидки настраивать. Вот, то с февраля мы переходим на другой формат, формат с конкретными направлениями, то есть там первый вебинар, грубо говоря, будет по теме создания каталога, интеграции с 1С, с какими-нибудь примерами, да, и там живой демонстрацией. Вот, второй вебинар на тему маркетинговой составляющей, как создавать скидки, как настраивать различные рассылки, как настраивать рекламные кампании, SEO-модуль, да, там, как ключевые слова прописывать и так далее. Вот, ну, и там все вебинары будут теперь вестись именно по такому формату, по различным темам, поэтому следите за анонсами и подписывайтесь, в феврале мы будем доскональнее, скажем так, разбирать все направления по созданию интернет. Магазинов. Итак, давайте начнем. Ну, у меня, на самом деле, думаю, 90% времени вебинар будет состоять из живой демонстрации, ну, буквально несколько слов про, да, тематику. Сейчас времена такие, что просто открыть простецкий интернет-магазин недостаточно. Во-первых, очень жесткая конкуренция, и конкуренция, она, в частности, из-за того, что весь крупный бизнес также в онлайне с своими большими оборотами, своими большими деньгами, и, конечно же, они также задают какой-то определенный темп для малого бизнеса. И есть определенные тенденции, за которыми следует придерживаться. Это в том числе удобный поиск, отказоустойчивость, различные маркетинговые инструменты, которые, ну, как я уже говорил, используют крупные игроки, игроки, которые, конечно же, должны использовать вы в конкурентном борьбе на вашем рынке. И как раз про такие конкурентные инструменты, конкурентные преимущества хотелось бы сегодня поговорить и на них зациклить основное внимание. Это безопасность, да, маркетинговые инструменты, различные интеграции, поиск, фильтрация, то есть это те инструменты, которые сделают ваш сайт выгоднее, в глазах клиента интереснее, ну, главное, удобнее, да, и помогут завоевать сердца ваших покупателей. Вот, собственно говоря, платформа называется 11-битрикс управления сайтом. Сейчас у нас есть версия под номером 15.0, ну, и основные новинки, основные инструменты как раз-таки я сегодня вам и покажу, и расскажу. Предлагаю сразу перейти к живой демонстрации, потому что читать на слайдах не очень, я думаю, удобно, не очень интересно. Итак, вот интернет-магазин типовой, который идет в битрикс из коробки в редакциях «Малый бизнес» и «Бизнес». Установил его буквально вчера, вы также это можете сделать, скачав с сайта 1С-битрикс любую необходимую вам редакцию, там есть прям раздел «Скачать». Выбираете, ставите, я поставил себе ноутбук, вы можете точно так же поставить ноутбук на компьютер, можете на сервер загрузить, причем опять же таки не важна ваша операционная система, это может быть как Windows, так и Linux, так и вот Mac, как в данном случае поставили, да, и все будет работать. Демо-версия у нас есть, демо-версия полнофункциональная, единственное ограничение – это срок ее работы 30 дней, то есть один месяц вы сможете использовать демо-версию, посмотреть, как это все работает, в принципе, даже можете создать свой сайт, загрузить его в хостинг, изменить дизайн, интегрировать его с 1С и так далее. То есть по функционалу вы в этом будете никаким образом не ограничены. В дальнейшем, если вас все устраивает, вы просто приобретаете ключик и активируете эту демо-версию и дальше продолжаете работать. То есть такой достаточно частый сценарий использования демо-версии не только для ознакомления, но и для работы. Тяпы просят свернуть нижнюю панель, чтобы побольше места было. Да, мы с вами решили, разобрались, что можно скачать и установить, посмотреть, что же такое Bittrex собственными глазами и потрогать собственными руками. Вот поставил типовой интернет-магазин, в данном случае у меня редакция бизнес. То есть на сегодняшний момент это максимальная редакция, которую можно поставить, купить, скачать и установить. И здесь представлен максимальный функционал по работе с интернет-магазином. Давайте посмотрим сначала со стороны покупателя, какие есть инструменты, есть возможности на сайте. Ну и потом дальше уже перейдем к админке, посмотрим, как вы будете этим сайтом управлять, настраивать, редактировать те или иные вещи, работать с покупателями, скидками, безопасностью и прочим. Итак, что у нас здесь есть? Вверху, на самом деле, такие стандартные вещи от стандартных интернет-магазинов. Есть какой-то маленький баннер, который говорит о том, что можно еще 100 готовых магазинов найти в маркетплейсе. Его давайте скроем, чтобы он не мешал нам. Дальше идет меню. Это обычное меню сайта с описанием, что да как у вас работает. Корзина, информация о пользователе. Ну и дальше у нас идет меню, в данном случае горизонтальное, с каталогом ваших товаров. Сайт адаптивный, да, на мобильном сайте он в целом будет сваливаться в такую вот кнопочку, да, все эти пункты меню и сможете там выбирать. Точно так же удобно, как вы привыкли на адаптивных сайтах с мобильного телефона. Категории мы смотрим. Здесь видите, да, есть различные категории и подкатегории. В каждой подкатегории вы можете добавлять свою фотографию, чтобы было нагляднее, скажем так, видно, что это такое, да, что там находится. Особенно актуально для каких-нибудь технически сложных изделий, когда по названию, например, будет сложно понять, что это такое. Ну и для наглядности это для удобства. Дальше у нас идет баннер. Баннер на самом деле в данном случае легко создаваемый. То есть вы просто указываете в товаре, там ставите галочку «Показывать на главной в баннере». И, соответственно, здесь показываются просто фотографии из карточки товара, какое-то описание и цена. То есть эти баннеры не рисуются отдельно, а просто используют информацию из товара и автоматически здесь создаются, добавляются. Дальше информация по коллекциям. Опять же эти блоки вы можете назвать как угодно. «Лучшие коллекции» рекомендуем. Есть всякие тренды сезона, часто покупаемые, часто просматриваемые, самые популярные и так далее. «Лидеры продаж». Опять же таки все эти блоки вы можете обязательно настроить по вашему усмотрению. Либо добавлять, к примеру, как здесь, товары по вашему собственному критерию. То есть ставите какую-нибудь галочку, показывать на главной в том или ином блоке. В данном случае вот этот блок, он отображает действительно лидеров продаж, которые считаются автоматически, в зависимости от количества заказов в вашем интернет-магазине. И они выводятся здесь. И еще есть такой интересный блок «Вы смотрели», доступный на всем вашем сайте, который, по сути, является таким шлейфом, который идет за вашим покупателем, показывает ему всю историю его просмотров. То есть вы зашли, эта информация сохранилась, вы ее здесь видите. Потом я еще вам покажу, что видит это не только клиент, который ходит по сайту, но также видит администратор, менеджер по работе с заказами. Он также видит, что данный клиент просматривал, какие товары, в каком порядке. Это тоже может быть ценной информация. Ниже идут у нас различные рекламные блоки. Какой-нибудь SEO-текст обычно сюда добавляется. Новости последние, соц. плагины. Ну и дублируется каталог товаров. Так, тут много очень вопросов. Валится. Так вот, кто-то спрашивает, я тут один. Нет, у вас, по-моему, сейчас порядка 150 человек. Нет, чуть больше 100 человек. А, вот, 170 человек уже у нас сегодня на вебинаре. Единственное, что просто здесь функционал вопросов такой, что вы видите только свои вопросы, а не видите вопросы всех остальных. То есть нет такого общего чата. Вот, и по поводу вопросов, давайте попробуем перенести это на какой-нибудь отдельный блок после моего доклада, да, блок с вопросами. Я постараюсь там все прочитать, все, что вы будете задавать, и показать, рассказать, в общем, ответить на ваши вопросы. Так, вот главная страничка. Собственно говоря, какая основная задача, это найти товар и купить его. Да, найти, опять же таки, можно разными способами. Можно зайти в нужную вам категорию и посмотреть. Здесь вообще один товар, неинтересно. Вот, зашли в нижнее белье и, соответственно, выбираем. Можно выбирать по названию, по каким-то там картинкам. Да, и опять же таки, если это одежда. Если это какой-нибудь товар с определенными свойствами, характеристиками, по которым вы будете его выбирать, то для этого существует у нас фильтр. Быстрый, умный фильтр, который вам все подскажет, покажет, предоставит всю информацию о наличии в интернет-магазине тех или иных товаров с теми или иными свойствами. Ну, как обычно у нас происходит. Либо от производителя идем, либо от каких-то определенных свойств или задач. Можно выбрать, к примеру, производителя. Здесь обратите внимание, что сразу же показывается количество товаров с выбранной характеристикой. Вам нет необходимости нажимать на кнопочку показать, потому что все автоматически рассчитывается здесь. Сейчас мы в новой версии стали использовать фасетный поиск. То есть внутри вашего интернет-магазина используется новая технология фасетного поиска, который позволяет вам вот такие фильтры привязывать к каталогам с любым, грубо говоря, количеством товаров. 5, 10 или там тысячи, или там 10 тысяч, 100 тысяч товаров. Все это будет быстро искаться и быстро показываться вашему клиенту. Ну, а данную визуальную часть вы, я думаю, уже видели, к примеру, в Яндекс.Маркетинге. И привыкли к тому, что какие-нибудь галочки в фильтре ставите, и вам тут же показывают, есть ли или нет такой товар, в принципе, по данным характеристикам. Здесь же показывается именно тот товар, который у вас есть в наличии в вашем интернет-магазине. Отмечаем или снимаем галочки, показывается, меняется цифра. Ну, и причем обратите внимание, что меняется не только цифра, но и также отмечается, какие свойства в дальнейшем вы сможете фильтровать. То есть серым, если хорошо видно на ваших экранах, отмечено, что, соответственно, данный артикл к «Россия интим в семье» не относится, и дальше вы сможете фильтровать именно по черным свойствам. Ну и также отбираем по материалу или по хлопку, и в зависимости от этого также будет показываться та или иная модель. Нажали «Показать», и у вас здесь выбранная вами вещь. Заходим сюда и, соответственно, смотрим. какое-то описание, картинки, блок с дополнительными данными. К примеру, здесь часто вешают информацию о доставке, гарантии, может быть, информация или баннер с названием бренда, коллекции, или какая размерная сетка, что считается в данном случае XS, сколько там сантиметров, миллиметров и так далее. Дальше у нас описание рекомендаций по покупке с данным товаром. Опять же, можно настраивать данный блок как в автоматическом режиме, когда здесь будет показываться именно тот товар, который с данным бельем покупали. Причем этот блок вы можете настроить сами, указывая, к примеру, сколько раз нужно купить с данным товаром какую-нибудь вещь, чтобы она здесь показывалась один, два или больше десяти и так далее. Либо же можете, грубо говоря, переименовать этот блок в аксессуары и самостоятельно привязывать к тому или иному товару какие-нибудь дополнительные вещи. Как часто мы видим в интернет-магазинах, к примеру, бытовой техники, электроники. Когда вы покупаете мобильный телефон, вам сразу же предлагается к нему чехол, который будет подходить именно к этому мобильному телефону, какая-нибудь сим-карта с оператором, карта памяти, пленка и так далее. То есть, как аксессуары выводить. Ну и можно выводить именно как то, что часто именно покупают. Дальше блок, тоже важно, это наличие на складах. Здесь можно перейти на склад, посмотреть, что это за склад, где он находится и время его работы и, соответственно, остаток. То есть, мы видим, сколько есть позиций и можем заказать на тот или иной склад. Давайте еще покажу другую карточку. К примеру, штаны, по-моему, здесь есть. Да, помимо того, что у вас товар может быть каким-то определенным свойством, вы также можете использовать SQ или так называемое торговое предложение. Когда у товара есть определенные свойства, они могут уже там варьироваться. К примеру, цвет и размер. И вы, соответственно, выбираете конкретный цвет и конкретный размер, который вам необходим. Это часто используется, соответственно, в магазинах одежды, в магазинах шин и дисков, когда вы выбираете тоже какую-то модель и потом дальше выбираете типоразмер. Причем там еще от типоразмера будет зависеть еще и стоимость. Интернет-магазин Lens тоже, где выбираются диоптрии, к примеру, для модели линзы или очков. И, соответственно, здесь вы можете, во-первых, к каждому из свойств привязывать свою фотографию, чтобы пользователь не включал воображение, а тут же увидел, что в красном это будет выглядеть таким образом, в зеленом свете это будет выглядеть таким образом. Ну и также здесь привязывается размер одежды. Причем, в зависимости от того, что у вас там покупают, какой товар есть на складе, может варьироваться, к примеру, размер одежды. Выбрали фиолетовый, к примеру, осталось только S. Выбрали зеленый, осталось только L и XL и так далее. То есть клиент будет сразу же видеть, что есть, чего нет, и заказывать именно то, что у вас есть в наличии. Указывать необходимое количество и нажимать кнопочку «Купить». Опять же таки видите наличие на складах. И еще хотел заострить ваше внимание на другом подходе к поиску товаров на сайте, на интернет-магазине. Кто-то идет через категории, кто-то, к примеру, предпочитает искать с помощью поиска. Опять же таки, если у вас интернет-магазин с сотнями тысяч товаров, сотнями тысяч позиций, то строить удобный и всем понятный каталогизатор будет достаточно проблематично. У всех разное понимание, все ищут по-разному. Кто-то предпочитает искать производителя, знает, что у LG, к примеру, есть такой-то телефон. Или знает, что у LG есть какой-то аппарат, или, знаете, марку, к примеру, одежды определенную, и вам нужна только она. Кто-то, наоборот, ищет ему без разницы, какая марка он ищет, вещь конкретную, конкретный товар. Ему нужно от свойств отталкиваться. Поэтому сделать фильтр, грубо говоря, удобный и понятный всем, бывает не всегда удобно, не всегда возможно. И на больших товарах очень удобно использовать поиск, особенно быстрый поиск по товарам. Когда вы вводите какое-нибудь слово, к примеру, мне там нужно белье, и вы не идете дальше, можно нажать, грубо говоря, Enter и перейти на страницу с результатами поиска. А я могу тут же, на этой же страничке, здесь же найти, кликнуть и перейти непосредственно на страничку с данным товаром. То есть я минимизирую количество кликов, я получаю тут же все результаты и сразу же перехожу на нужные мне товары. И опять же, я как клиент вижу, что данный товар на данном сайте присутствует. Причем можно искать именно по заголовкам товаров. Что у нас тут есть? Какой-нибудь рейс. Беру какое-нибудь ключевое слово и, пожалуйста, могу на него быстро перейти. Ночь. Ночных морозов. Сейчас. Зараза. Причем я хочу показать, что даже если у вас раскладка изменилась, вы все равно сможете, ну то есть вы случайно забыли переключить раскладку, вы все равно сможете найти нужный вам товар. То есть вот раскладка по-английски. Все равно система это понимает и показывает мне, что я пишу слово поляна. Перехожу в данную карточку и, соответственно, вижу. Тоже удобно для интернет-магазинов, автоаксессуаров различных, когда я могу, например, по артикулу найти или по названию или в той же магазине, в той же бытовой технике. Ввожу какой-нибудь нужный мне фотоаппарат или марку телевизора и тут же перехожу на эту страничку. То есть мне не нужно там найти, потом в поиске искать в каких-нибудь разделах. Неудобно. Нашел, начал вводить какой-нибудь номер Canon 500D, тут же перешел на страничку с данным товаром. Нажал кнопочку купить и перешел в корзину. В корзине у клиента какие есть инструменты? Ну, во-первых, он может в любой момент передумать, поменять какое-нибудь свойство или размер. Может что-то отложить и купить потом. Это у него будет товар лежать в его личном кабинете в разделе отложенное. Удалить или пересчитать. Пересчитывается тут же. Не нужно менять, не нужно нажимать кнопочку пересчитать и так далее. Тут же, если, к примеру, вы используете какие-нибудь купонные системы со скидками, предлагаете клиенту ввести сюда купон для скидки и стоимость также будет пересчитана автоматически без перезагрузки страницы. Тут я вижу общую стоимость. Вижу, что здесь у нас была применена определенная скидка к данному товару. Скидка равняется 10% и она здесь также учтена. То есть я вижу, сколько я в данном случае экономлю при заказе. Жму кнопочку оформить заказ и перехожу непосредственно к его заполнению. Вариантов работы с заказом достаточно много. Во-первых, могут быть разные типы плательщиков, с которыми вы работаете. Это может быть физическое или юридическое лицо. В зависимости от этого вы можете запрашивать от пользователя различные данные для регистрации заказа. К примеру, для физиков обычно используется фио, имя, грубо говоря, телефон при необходимости и е-мейл, чтобы как можно быстрее связаться и договориться о доставке. Ну а для юриков обычно указывается ННН, КПП, чтобы сразу же непосредственно в корзине сформировался счет и вы смогли его распечатать и дальше передать его оплату. Для всех типов плательщиков также существуют так называемые профили. То есть, когда я первый раз заполняю свои данные на этом интернет-магазине, эти данные сохраняются в мой профиль. Ну и очень удобно. Я, допустим, при последующей покупке не заполняю эти уже поля, а просто выбираю нужный мне профиль и дальше перехожу к оформлению заказа. То есть, здесь уже все будет оформлено. Также актуально, к примеру, когда вы, допустим, у вас там не интернет-магазин, а сайт доставки какого-нибудь одежды, не одежды, а еды, там пицца, допустим. Да, у вас может быть также несколько профилей. Профили один рабочий, другой там домашний, третий где-нибудь там у гостей, у родителей, грубо говоря. Да, вы заходите, вы просто добавляете новые профили и вам нет необходимости там заново регистрируется, заново что-то вводить и так далее. Зашли и разные профили используете. Профили доставки сейчас в принципе на большинстве крупных интернет-магазинов используются и вы также используете это очень удобно для покупателя. Дальше выбираем службы доставки или платежную систему. Данные вещи, они могут быть взаимосвязаны, то есть, вы можете делать связь между доставкой и оплатой. К примеру, если я выбираю самовывоз, то вы можете предложить мне там различные варианты оплаты. К примеру, у вас на складе или в вашем магазине есть и терминал для карт, и наличные вы можете принять, и там, не знаю, какие-нибудь, с чем там еще можно оплатить, не знаю, и терминалом и так далее и тому подобное. Вот, если же вы, к примеру, говорите, что доставка курьером, то вы можете подсказать, ограничить клиента какими-то другими способами. Допустим, у вас у курьера нету переносного терминала для оплаты карт, поэтому при выборе курьера вы можете выбрать только оплату наличным или безналичным. Это все взаимосвязано, можете настраивать, причем можете также клиенту предложить сначала выбрать, допустим, платежную систему, потом службу доставки или наоборот, как сейчас. Указываете, выбирая, допустим, самовывоз и оплата наличными. Платежных систем огромное количество, я их попозже покажу, именно в админ панели, там их штук 50, на любой вкус и цвет. Выбираю наличными и, соответственно, оформляю заказ. Могу оставить какой-нибудь комментарий. Заказ оформили, номер заказа 7, запомнили, ну и также вы, конечно же, на почту получите почтовое уведомление о том, что там был оформлен заказ такой-то, ну и эти шаблоны почтовые вы самостоятельно можете, как владелец магазина, настроить. Ну и дальше, в своем личном кабинете я вижу информацию по заказам, по всем своим заказам, они также отображаются различными цветами, я могу посмотреть статус, подробно, что я там поназаказывал, и при необходимости могу там отменить заказ, если вдруг передумал, или там что-то не то заказал, или нашел цену, там дешевле, или еще что-то, или повторить заказ, если речь идет, например, о B2B секторе, когда вы там регулярно что-то заказываете, какую-нибудь бумагу для принтеров, еще что-нибудь для вашего офиса, какую-нибудь канцелярию, нет необходимости каждый раз заходить и набирать одно и то же, что вы покупаете, заказываете каждый месяц. Зашли, нажали кнопочку повторить заказ, в корзине все это отобразилось, оформить, и пошло-поехало. Выбрали, сформировали счет, оплатили, ждете доставку. Вот, таким образом проходит работа с вашим интернет-магазином. Если, к примеру, отложил, здесь появляется кнопочка отложенная. теперь давайте посмотрим на работу интернет-магазина с вашей стороны, то есть, с стороны владельца бизнеса. Так, давайте перед этим, наверное, все-таки проведу небольшую серию ответов на вопросы, и тут накидали достаточно большое количество. Так, вот тут Юрий спрашивает, интересный такой вопрос. У сайта СМИ много фото-видео файлов около 50 гигабайт, стандартный тариф для битрикса большинства хостеров 10 гигабайт. Виртуальный сервер дороже и сложнее в настройке. Можно ли для фото-видео контент использовать другой хостинг, например, виртуальный? Можно. Причем мы каждой из редакций предоставляем вот, грубо говоря, отдельное хранилище для как раз вот таких документов типа фото и видео абсолютно бесплатно и как раз вот там с примерно такими объемами. Можете посмотреть на нашем сайте, я сейчас вот на вскидку не помню, какой конкретно мы даем. Мы даже не объем даем, а именно трафик. Там вот примерно такие объемы и трафики как раз они и предоставляются причем абсолютно бесплатно. Ну, это будет зависеть от редакции. Если говорить там про редакцию бизнеса, то порядка 50, как раз 100 гигабайт. Ну, так и будет. Как установить решение из маркетплейса по веру администрационного варианта одежды? Одежда мешать не будет, лучше удалить. Ну, иначе просто может быть какое-нибудь там наслояние. Не рекомендую ставить одно решение на другое. Это неправильно. Удалите, очистите все и установите с нуля. Если вам, у вас уже есть какой-то контент набитый, то поставьте, значит, вторым сайтом, потом просто поменяйте инфоблоки с одного сайта на другой. Но не ставьте друг на дружку, это неправильно с технологической точки зрения. Если я куплю, например, малый бизнес, можно потом перейти на бизнес. Да, просто облачивайте разницу в редакциях и переходите с одной, то есть с младшей на старшую. Со старшей на младшую перейти нельзя с возвратом денег, а вот с младшей на старшую можно. Запись вебинара будет. По поводу фасетного поиска. Замеряли ли скорость работы, были ли тесты. У наших разработчиков есть там блок отдельный, я не знаю, написали, они не написали уже про фасетный поиск. Если еще не написали, то напишут, там, я думаю, будут и замеры, и информация по сравнению. Задача была именно ускорить, скорее всего, отталкивались от каких-то значений. Можно ли при фасетном фильтре вообще убрать невключенные в категории свойств, они выделяют невозможно серым цветом. Но тут дело не в фасетном фильтре, а просто в настройках фильтра и в настройках шаблона можете убрать. По умолчанию они просто выделяются серым, это наш шаблон, который идет из коробки. Если необходимо, можете действительно просто убирать их, прятать. Это доработка именно шаблона, шаблона фильтра. Как выгрузка с 1С настраиваться? Ну, попозже я в общем расскажу про интеграцию с 1С, а вот как настраиваться, для этого будут у нас отдельные вебинары. Ну, они, кстати говоря, у нас и были. Можете поискать, посмотрите в записях. У нас прям был отдельный вебинар по интеграции с 1С, с живой демонстрацией, как это делается, как это настраивается, как со стороны 1С, так и со стороны Bittrex. SQ, это артикл, это ну, не артикл, это ну, просто, опять же таки, артикл по-разному. Кто-то, в зависимости от того, как у вас организован каталог, это может быть и артикл, это может быть просто свойство у товара, или несколько свойств у товара, которые между собой взаимосвязаны. В мобильной версии поиск и категории тоже доступны, или функционал урезан, смотря что вы подразумеваете под мобильной версией. Если это адаптивная, то там нет никакого урезания функционала, да и в целом это просто адаптивная верстка. Так, отсутствующие размеры в карточке товара. Да, я уже отвечал. Так, сейчас еще немножко пробегусь. Сумма скидки не указана. Вижу только сумма без скидок и со скидкой. Это неудобно. Нужно видеть именно сумму скидки. Настраивайте. По умолчанию там выводится процент. Можно вывести сумму. Фактически сумму, а не процентное соотношение. Как привязать курс доллара к ценам товаров? Для быстрой смены стоимости товара. Есть модули валют. Можно там это настраивать. Можно подключать модули с информацией о курсе из центробанка. То есть задача решаемая. При повторе заказа цена корректируется автоматически, если она изменилась. Конечно же цена берется не исходя из корзины, а исходя из существующей цены в каталоге. То есть это все по умолчанию привязывается к каталогу. Сколько по времени будет идти вебинар? Я думаю еще часа полтора, не меньше. Как разные пользователи видят разные категории цен, так и видят. То есть если они авторизуются под определенными группами пользователей, то они будут видеть именно свою цену. Разавторизуются и увидят другую цену. Если необходимо сделать, чтобы они видели в юморте или в таких больших гипермаркетах, когда есть разная цена, и вы хотите привлекать пользователей, покупать больше, чтобы переходить на следующий уровень скидки, вы можете также выводить все различные типы цен для разных групп пользователей в карточке. Но это, грубо говоря, шаблон меняете, это уже доработка шаблона, доработка вывода. В принципе, также возможно и сделать. Так, пойдемте дальше. На вопросах можно еще где-то час потерять. Посмотрели с публичной стороны, как будет работать интернет-магазин. Давайте посмотрим теперь со стороны управления сайтом. Я в данном случае здесь администратор. В данном случае единственный пользователь, который зарегистрировался. И у меня здесь максимальные права. Я могу создавать, удалять, редактировать и делать все, что угодно с нашим сайтом. По-хорошему, когда создается сайт, когда вам делают, допустим, какая-нибудь студия, вам настраивают соответствующие права в зависимости от вашей роли в компании. Если вы администратор сайта, который должен будет управлять, настраивать все, вы технически подкованный человек и знаете, что такое битрикс, вам даются максимальные права, вы сами к себе создаете. Если вы контент-менеджер, вам ограничат права работать только с контентом и, к примеру, вам там запрещают что-то удалять или при редактировании отправляется на какой-нибудь бизнес-процесс по согласованию. Если вы менеджер по работе с заказами, то вам также можно ограничить доступ к сайту, только работая с заказами, обработкой, изменением статуса. То есть, в принципе, для каждой из ролей вы можете настроить свои права доступа и предоставлять их тем или иным сотрудникам в вашей компании, чтобы, грубо говоря, не случилось беды, не зашел человек неловким движением руки, не удалил то, что не стоило удалять. Ну, в любом случае, никогда не забываем про бэкапы. Есть возможность настройки автоматических бэкапов силами самого битрикса. Есть бэкапы, которые вы можете делать самостоятельно, выгружать себе на локальные компьютеры. Ну, и, конечно же, есть бэкапы у костера, который тоже с определенной периодичностью делает для всех своих клиентов. Итак, для разработчиков, для контент-менеджеров доступна также такая вот панель. Она доступна на всех страницах вашего сайта. Позволяет вам создавать страницы, разделы на том или ином сайте и редактировать ту или иную информацию. Вы можете создать страничку, добавить ее в пункт меню, в верхнее меню, к примеру, разместить ее между «Как купить» и «Доставка». И добавить сюда какой-нибудь текст, картинку, раздел с новостями и так далее. Немножко сейчас у меня уедет. Данный пункт настроили, включили. Особого ума не требует. Просто вы видите, работа какая-нибудь с Word, с Excel, более-менее с компьютером на «ты» и сможете управлять данным сайтом. Для контент-менеджеров Bittrex очень удобен и очень просто в управлении. Зашли, настроили, добавили нужную вам страничку. Можно в таком виде, можно в виде ссылки без PHP, можно в виде кириллицы. Опять же, если у вас, допустим, сайт в домене «РФ» зарегистрирован, можете сделать полностью ваш сайт с кириллическими буквами, полностью на русском, даже карточки товаров. Это все также возможно. При необходимости, можете включить режим правки и вообще здесь, в принципе, править все, что угодно на вашем сайте. Править пункты в меню, навожу мышкой, да, включил, навожу мышкой на нужный мне блок, который я хочу отредактировать. И, к примеру, ой, что ж такое? Переименовав кнопочку «1», перенес на первую. Позицию. Вот наш с вами пункт. Можно всегда сделать откат на одно изменение. Если что-нибудь добавили, что-нибудь сломали, неправильно, некрасиво получилось, можете откатить назад. Или на той страничке добавили какой-нибудь раздел и так далее. Часто бывает, без проблем откатывайтесь на один шаг назад на предыдущее значение. Ну и дальше по всему разделу. Например, у вас не современная одежда, а современная одежда, одежда 2+, название другое. Меняете, пожалуйста, телефон у вас другой изменился, наводите на него мышкой, меняете, указываете новый номер. Он в шаблоне сделан так, что он меняется не только в верхней части, но, к примеру, и в подвале, где эти номера все взаимосвязаны. «Новости», добавляете, нажимаете на кнопочку «Новость», «Новая новость», пишите какой-нибудь текст для краткого описания, для полного описания. Можете использовать HTML, можете использовать визуальный редактор для данной задачи. Это на ваше усмотрение, кто как привык, кому-то нужно просто какую-нибудь текстовую новость добавить. Если вам нужно, например, какие-нибудь фотографии загрузить, выделить жирным, каким-нибудь подчеркиванием, зачеркиванием и так далее, вы можете использовать простой и удобный визуальный редактор. Нажимаете кнопочку «Сохранить», и у нас с вами появилась новая новость. Переходим. Она, пожалуйста, здесь. При необходимости нажимаете «Изменить» или «Удалить ее». Да, если добавили какую-нибудь ерунду непонятную. Так вот здесь смотрим. Меняете дату, меняете заголовок, всю необходимую информацию. Сортировка также можете настроить. Здесь вот есть шестеренка. К примеру, вы хотите показывать на сайте по две новости, а все, чтобы шло уже по страничкам. Указываете количество новостей на странице 2. Пожалуйста, включена постраничка. Если хотите, чтобы они, к примеру, сортировались не по дате добавления, дату начала активности, да, это называется актомер, а по названию в луфавитном порядке, так же меняете, сохраняете. Теперь они будут у вас сортированы по-другому. Да, ну, так вот здесь делаете, например, от «А» до «Я», а не в обратном порядке. Ну, то есть так же это все настраивается. Здесь хочу просто обратить внимание, что в Bittrex очень просто и легко управлять контентом. Причем не только просто добавить, да, что-то там удалить, отредактировать, а именно даже настройки. Они делаются из публичной части, и таких настроек для каждого из этих вот элементов просто огромнейшее количество. Помните, я вам показывал быстрый поиск, да, когда вы там вводите какое-нибудь слово, и у вас здесь показывается, ну, здесь тоже ночь, показывается, что-то здесь не хочется показывать количество, ну, эти все товары. Это также все настраивается с помощью шестеренки. Вы можете вводить сколько там результатов, по 5, да, остальное, чтобы уже пользователь какое-то действие нажимал. Вы можете там по 50 или, в принципе, не ограничивать. Сортировка результатов. Тоже там подать по релевантности. То есть в зависимости от того, что ищут, и какое там слово, где оно в начале фразы, или там в конце, в середине. Вы можете ограничить область поиска. В данном случае быстрый поиск ищут только по каталогу. Можно снять это ограничение. Или, к примеру, если ваш сайт это не интернет-магазин, а там новостной какой-нибудь ресурс, вы также можете для каждого там различные компоненты с этим поиском размещать на разных страницах и разных разделах и везде ограничивать в зависимости от того, где находится пользователь. То есть если он находится там в политических новостях, вы ограничиваете только по политическим новостям. Экономические новости спорта – то же самое. Выбираете тот блок, в котором у вас эти данные хранятся, и ограничиваете поиск именно этим блоком. Настраиваете там тоже различные шаблоны. Шаблоны может быть тоже любое количество. То есть помимо вот этого вы можете выводить сюда свой собственный шаблон с ценой или с каким-нибудь кратким описанием. Или, допустим, добавить сюда кнопочку «Купить». То есть что я помимо не просто нажал на кнопочку «Дай перешел», а я чтобы мог отсюда непосредственно нажать кнопочку «Добавить в корзину» и перешел уже к оформлению заказа. В разделах, к примеру, «Каталога» заходим. Также есть возможность добавить товар, изменить тот или иной товар. Хочу изменить, допустим, цену. Сейчас 849 рублей. Здесь анонс. Это все у нас. Вот это вот карточка товара. По сути, для демо-версии здесь выведены вообще все возможные вкладки, которые только есть, все возможные внутри разделы для этих вкладок. В битриксе вы можете настроить визуальное отображение вот этого окошечка под ваше усмотрение. У вас может быть всего одна вкладка, на которую будут только нужны вам вот эти вот пункты, вот эти вот разделы. Причем вы можете настроить это как для себя, так и сделать это по умолчанию для всех. То есть, чтобы любой там менеджер заходит на сайт, да, начинает добавлять товар, чтобы у него сразу же вводилась вот эта вот стандартная, типовая там для вашего сайта карточка по добавлению товара. Здесь указываете все, что вам необходимо. Где-то у нас торговые предложения. И здесь вот везде указана розничная цена. И, к примеру, у нас L. Белый размер L будет стоить не 849 рублей, а 1849 рублей. Так, вспомнили бы я вот это вроде, да, заводил у нас. 849, 1849. Причем где-то даже в дебрях интернет-магазина есть настройка, чтобы показывалось, когда вы заходите в первый раз в карточку, не цена 849, а было написано от 849 рублей. Это не здесь должно быть написано, а вот здесь, к примеру. Вот есть и такие же настройки. Точно так же добавляете товар или там добавляете раздел или подраздел и так далее. Отсюда и с публичной части. Конечно же, это актуально только для тех случаев, когда у вас в каталоге, ну там, грубо говоря, до 100 позиций. И когда вы этим всем управляете вручную, у вас нет там интеграции с 1С или какой-то внешней системой, вы все это дело храните и всем этим делом управляете непосредственно на сайте. Добавление, конечно, да, там, если идет разговор про интеграцию с 1С, то, конечно же, в большинстве случаев все это дело вы будете управлять на стороне 1С. Ну и также всякие вот настройки по вашей шестеренке. В каком виде подключать, не подключать режим АЯКС, там, настройки кэширования, дополнительные различные настройки, такие там, в том числе технические, да, какие там, включители используют счетчик просмотров, ну, чтобы смотреть там самому, сколько там товаров было просмотрено на том или ином сайте, ну там, в тот или иной период. Какие кнопки как называются, купить в корзину там или добавить в корзину и так далее. Как сортировать товар по умолчанию, по дате, по цене, по алфавиту и так далее. Все это вы можете самостоятельно настроить в карточке категории, да, нажав на шестеренку. И вот здесь просто огромное количество настроек под вашей задачей, под ваш конкретный сайт. Ну и важно, что вот эти все настройки, они, скажем так, не требуют в большинстве случаев какой-то технической подготовки. То есть вы можете настраивать это даже не будучи, допустим, разработчиком. Да, есть какие-то элементы, есть какие-то настройки, которые требуют, да, там, и доработки какой-то, какой-то кастомизации. И, конечно же, да, мы рекомендуем там читать документацию, читать курсы, которых у нас огромное количество под разные задачи, чтобы быть уверенным, да, что там данная галочка, данное там удаление или добавление вот какой-то вещи там в административном разделе не поломает ваш сайт. Потому что все-таки это технический продукт и к определенным вещам нужно подходить с умом. Вот, но то, что работает в публичной части, в большинстве случаев не требует каких-то определенных навыков и позволяет вам без кода, да, поменять вывод, поменять настройки, делать так, как вы хотите, чтобы это отображалось визуально. Это, что касается публичной части, также есть, конечно же, так называемая админка, то есть это раздел, ну, как называется, бэк-офис вашего сайта, то, что вот за публичной частью спрятано, где информация о вашем магазине, где спрятаны все основные настройки, обновления, каталоги товаров и так далее. Здесь давайте пройдемся просто по порядку. Есть рабочий стол, на котором у вас есть такие виджеты, которые помогают вам, ну, что-то там напоминают о чем-то, о том, что нужно подключить, там, поменять какие-нибудь настройки безопасности, которые показывают вам, допустим, какую-нибудь там статистику посещаемости, статистику по заказам в интернет-магазине и так далее. Это все называется гаджетами или виджетами, как угодно. Вы можете самостоятельно настроить, вот они таким образом настраиваются у вас. Можно По системе, когда были установлены последние обновления, какая версия, какое количество пользователей, так для себя добавить. Можно какую-нибудь заметку добавить, сюда, к примеру, ввести какие-нибудь данные, напоминания, или, например, там, контакты вашего, там, разработчика, да, контакты, там, программиста. Вы просто здесь указываете, там, 8, какой-нибудь там номер вводите, да, чтобы в случае чего, в случае каких-нибудь аварий, в случае каких-нибудь проблем, там, да, мы могли в любой момент зайти на сайт, в админку и посмотреть какой-нибудь там номер. Это вся информация будет у вас здесь храниться, да, и ваши там сотрудники смогут зайти, и эта информация воспользоваться. Может быть, какие-нибудь там, ну, не права доступа, конечно же, в открытом так виде, но, может быть, какие-нибудь там данные, ссылки специальные вы можете здесь для себя сохранять. Статистика по заказам, по посещаемости, по товарам и многое-многое-многое-многое другое. Опять же, таких гаджетов достаточно большое количество, добавляете сюда их, можете самостоятельно, ну, можете написать или заказать разработку этих виджетов по вашему желанию, если нужно что-то еще сюда добавить. Это рабочий стол у нас. Раздел «Контент». Здесь собрана вся информация по вашему сайту. Структура сайта, какие есть папки, разделы, права к тем или иным папкам, свойства тех или иных разделов, ну, и также настройка этих свойств. У нас это все, есть такой термин, у нас как бы сущность инфоблоки, и в основном все вот настройки, они как раз связаны с настройками тех или иных инфоблоков. Когда, к примеру, у вас есть какой-нибудь раздел «Новости», инфоблок новостей, и вы указываете, на каком из ваших внутренних, ну, если у вас может быть там много сайтов, на каком из этих сайтов этот раздел инфоблок будет использоваться, каким разделом будет он привязан, можете добавить ему какую-нибудь картинку, настроить SEO-поля для данного раздела, какие там свойства, картинки, символьные коды использовать или использовать, как они будут там преобразовываться, какие свойства будут у этого раздела новости. К примеру, по умолчанию это просто будет, грубо говоря, заголовок, да, ну, там, краткая информация, полная информация. Вы же можете сюда добавить, к примеру, раздел там «Авторы новости», да, и сказать, что вот этот раздел, он будет привязан к пользователю на вашем сайте. И когда я буду добавлять какую-нибудь новость на сайт, как контент-менеджер, я смогу, к примеру, добавить еще автора на нашем сайте, выбрать, да, кто эту новость написал. Вот. Или это же может быть не авторы, а, к примеру, товар, товары, да, к которым вы будете привязывать эту новость. То есть пишите новость и потом привязываете, к примеру, к элементам и выбираете там тип товара или там товар, к которому вы написали эту новость. Это может быть какая-нибудь картинка, это может быть, не знаю, точка на карте. То есть написали новость про какой-нибудь, ну, допустим, у вас там сайт по, там, сайт агентства недвижимости. Вы пишите какую-нибудь новость и говорите, что вот, в Подмосковье открылся новый, там, кооператив или там появились новые участки на таком, по такому-то адресу. И говорите, там, привязка к карте. Карта. Здесь свойство будет привязка к Яндекс.Карте. То есть вы вот эти все свойства набиваете и потом, когда вы добавляете новость на сайте, вот эти свойства у вас будут вылезать, вы сможете выбирать, вот, собственно говоря, там, точку на карте. И когда нажимаете новость сохранить, у вас вот эти данные все будут отображаться там же. Настраиваете, ставите там активные, множественные поля, то есть их может быть несколько авторов, обязательно, не обязательно, то есть без заполнения вот этого поля новость не сможет быть добавлена. Ну и там различные тоже настройки, дополнительный размер поля, значение по умолчанию, если это есть, чтобы тоже там автоматизировать какие-нибудь добавления новостей и так далее. Все это настраивается в разделе «Контент». Настраивается и в дальнейшем редактируется. Ну и тот же каталог. К примеру, вы хотите, как вот я говорил, настроить... Допустим, сюда. Ой. Нет, он нажал, пардон. Да что ж такое? Вот, допустим, страничка, да, добавления товара. То, что я вот вам в публичной части показывал товар, анонс, подробность, SEO, реклама, разделы. А, допустим, в вашем интернет-магазине у товара всего три свойства, да, и цена. Вам вот эта вот портянка, она в принципе не нужна. Нажимаете шестеренку и настраиваете. Вы можете вот это все удалить. И нажимаете просто «Добавление товара». Так, «Добавление товара» и говорите. Так, значит, название сюда добавлю. Нужен бренд, новинка или не новинка, лидер продаж, цвет, производитель. Ну, и там, грубо говоря, минимальная цена. Ну, еще я хочу торговое предложение сюда добавить. Все, нажимаете кнопочку «Так», что у нас тут не так? Символный код не добавил. Так, какие-то еще значения нужно добавить. Обязательно для этого раздела. Вот, «Добавление товара». Ну, вкладка «Реклама» — это у нас вкладка для объявления Яндекс.Директа. Для того, чтобы давать рекламу, да, на Директе непосредственно из карточки товара, там, выставлять ценник и так далее. Но я, к сожалению, не смогу это показать, только расскажу, да, то, что рассказал, потому что нет возможности авторизации. Вот, и, собственно, вот карточка «Добавление товара» теперь выглядит таким вот образом. Да, то есть это не 10 вкладок, а вот «Добавление товара». Выбираете, что вам необходимо. Болдом выделено то, что обязательно для заполнения. Все. Карточка товара преобразилась вот таким вот образом. Это, опять же, гикоразговор о том, что можно настроить все, как вы хотите, как угодно, без каких-нибудь технических особых навыков. Ну, главное же просто это увидеть, об этом знать, что это можно. Можно практически все. Идем дальше. Раздел «Сервисы». Здесь у нас собраны те сервисы, которые включены в вашу редакцию. Это вот та же самая контекстная реклама. Яндекс.Директ, да, авторизовывайтесь, подключаете и, соответственно, настраиваете все, что необходимо. Обращу ваше внимание, что мы не являемся посредником, то есть мы не являемся рекламным агентством, и какая-то комиссия там даже скрытая, она здесь, конечно же, отсутствует. То есть это просто, по сути, ваш кабинет в Яндекс.Директе, только на FIT-Bitrix с привязкой к вашим товарам. И в дальнейшем вы сможете видеть статистику рекламных компаний, смотреть стоимость, да, то есть стоимость вот этих вот кликов, стоимость рекламных компаний и привязывать ее к рентабельности, да, смотреть различные отчеты, строить графики и вот эту рекламную компанию также вкладывать в затраты на данный товар. Поисковая оптимизация, настройки, различные опросы, веб-форумы, стикеры, реклама, модуль технической поддержки, который позволяет вам на вашем сайте создавать такую систему тикетов, куда бы ваши клиенты могли писать, да, и там оказывать им техническую поддержку. Модуль социальных сетей, блоги различные, рейтинги, почта, мобильные приложения, да, с конструктором мобильных приложений. Это все здесь есть, ну, в данном случае в редакции «Бизнес», и вы сможете всем этим управлять, настраивать. К сожалению, по временем я не буду здесь останавливаться, и пойдем дальше к разделу «Магазин». Это раздел, связанный с интернет-магазином и всем, что с ним, собственно говоря, связано. Начиная от создания каталога, интеграции с 1С, настройки различных служб доставки, способов оплаты, и заканчивая приемом заказов, проверки, там, выгрузки контрагентов, различных отчетов, складского учета, там, скидок и прочее, прочее, прочее. Сейчас мы на этом с вами остановимся, я пока пробегусь дальше. Раздел «Аналитика» — это статистика посещаемости вашего сайта. Раздел «Маркетплейс» — это информация об обновлении вашей платформы, какие вышли новые обновления, которые вы можете тут же скачать, какие у вас приложения и решения установлены, какие нужно обновить, ну и, соответственно, непосредственно каталог «Маркетплейс», там, порядка трех тысяч модулей для вашего сайта, которые вы можете установить как бесплатно, так и весь платный модуль, ну, где-то там 50 на 50. И настройки — это настройки всего вашего сайта. Настройка безопасности. Самый важный, один из важных элементов — это вот раздел «Проактивная защита», когда вы проверяете настройку вашего сайта. Проверяете в плане безопасности. Настраиваете, сканируете, регулярно выполняете данную процедуру. Сканер смотрит не только на ваш сайт, настройки самого «Битрикс», но и проверяет также ваш хостинг, база данных, ну и, в общем, делает общее сканирование вашего сайта, показывает вам какие-то слабые места, причем даже код вашего сайта, да, если есть какие-то доработки, да, вы их могли... при этих доработках не могли не учесть какие-нибудь дыры безопасности, да, и сделав ваш сайт потенциально опасным для взлома. Данный сканер, он все проверит, и все вам подскажет, где что необходимо сделать. Ну да, он не смог проверить мой адрес извне, потому что у меня он остановлен локально и наружу не виден, ну и дал какие-то определенные рекомендации. Семь угроз, уровень безопасности не является повышенным, то есть, ну, грубо говоря, у меня там пароль 123123, да, там ничего не включено, никаких там... Ну, пароль, конечно, да, он так и не проверит, он проверил, но, скорее всего, только, наверное, длину его достаточно низкая. Подсказывает, да, там, что нужно включить, причем, ну, эти уровни безопасности, это все у нас так же. Где-то у нас тут есть защита от административного раздела, там есть различные уровни, то есть, нужно включить или там сделать повышенный. К паролю базы данных пустой, его, да, нету, соответственно, это тоже критическая проблема, критичная проблема. Некоторых пользователей установлен слабый пароль, ну, да, там, шесть знаков. Ну и дальше, дальше, дальше. Красный выделено то, что нужно изменить, серым, ну, что желательно. Вот, и здесь, соответственно, есть также описание, что необходимо сделать, куда перейти, где что включить. Вот, это тоже обратите внимание. Вы все какие-то вторжения, да, попытки вашего взлома будете видеть в вашей панели управления, также вам будут на почту приходить соответствующие письма. Можно подключить, точнее, не можно, а нужно подключить для администраторов двухфакторную авторизацию, с помощью одноразового пароля такого, или с помощью мобильного приложения для, вот, Андроида есть, для Айфона, для Windows Mobile, даже для Ноки, можно, старый, на Симбионе, подключить одноразовый пароль, который позволит, ну, авторизовываться администраторам, не просто по обычному логину и паролю, а с помощью составных паролей, как вот вы авторизовываетесь в интернет-банках. Ну, и дополнительные настройки, связанные с пользователем, какие у них свойства, что это за пользователи, смотрите, когда они там авторизовались, когда зарегистрировались, менять им права доступа, и дополнительные настройки непосредственно по самому битриксу. Здесь уже с вами останавливаться не будем. Ну, и вернемся с вами в магазин. Незадавно добавился очень интересный инструментарий, называется «Мастер магазина». Вот его я рекомендую запускать прям сразу же, когда вы начинаете настройку своего сайта, своего магазина. Это такая игра, грубо говоря, которая позволяет вам, во-первых, ознакомиться с практически всеми возможностями вашего магазина на битриксе, не пропустить каких-то важных изменений, новинок, ну и в целом смотреть, проверять себя, насколько ваш сайт актуален, использует максимум информации, удобен и так далее. Все это сделано в виде такой игры, геймификации. Вы видите общий прогресс и смотрите, с чего начать, с чего начать на настройку вашего интернет-магазина. Общие настройки. Смотрите. Да, идет по пунктам, по очереди. Используем валюты. Ну, здесь переходим. У нас валюта есть одна, базовая. Если у вас есть вопросы по тому, что это такое, вы можете нажать на кнопочку «Документация». Откроется окошко с документацией, в том числе с видеофайлом. И вы сможете посмотреть, что такое валюты, как это используется, и вообще для чего это нужно, и от чего это используется, и от чего это зависит. Если у вас все нормально, все считаете настроено, указываете, задание выполнено. Возвращаете назад к мастеру. Процент прогресса пошел расти. Единицы измерений. Также необходимо настроить. Если вы продаете в штуках, пожалуйста, отлично написано, что в штуках. Если, к примеру, у вас там какой-нибудь строительный материал, вы там фасуете чем-то, задайте классификатор, добавьте эту единицу измерений. Если все хорошо, задание выполнено. Возвращаемся к мастеру. Типы плательщиков. Опять же таки, проверяем, смотрим. Все нормально. Мы с вами их уже видели. Физическое и юридическое лицо. В каждом из этих типов вы можете настроить свойства. То есть те поля, которые вы будете спрашивать у того или иного типа плательщиков. В каждом из них вы можете настроить, обязательно или не обязательно для заполнения. Все хорошо. Задание выполнено. Вернемся в мастер. Настраиваем вам статусы заказов. Это тоже очень важный элемент. Хорошо, если вы сначала установили наш типовой интернет-магазин и по нему идете дальше что-то перерабатывать. Если вы, к примеру, установили все это дело с нуля, то есть поставили голый битрикс без типового магазина, без типового сайта, то все эти настройки будут невыполнены. То есть у вас не будет ни статусов, ни типов плательщиков и так далее. Это вам нужно будет самостоятельно добавлять. И здесь тоже могут быть проблемы где-то найти, где-то поставить. Сейчас все это видно. Статусы обязан для магазина зашли, различные там выполнен, принят, оплачен, или там на согласовании, там на подтверждение и так далее. Добавляйте эти статусы, чтобы и клиент видел, да, что там с его заказом происходит, и вы сами видели, что там с вашим, что у вас там, на каком, на каких статусах, да, у вас все ваши заказы в данный момент. Задание выполнено. Возвращаемся в мастер. Эта информация, ну, понятное дело, заменить телефоны, настройки, там всякие соцвиджеты на вашем сайте, на ваши. Это тоже очень часто бывает, там все создадут, а потом оказывается, что там кнопка расшаривания, она там вообще привязана к сайту Битрикса, или там соцсетям Битрикса, или там виджет уже от Битрикса. Ну, как бы, круто, но это нужно менять. Менять, конечно же, на свою. Если у вас не используется, там нет никакой рекламы, да, там в соцсетях не присутствуете, просто удаляете этот блок, там, на его место вешаете что-то другое. Варианты цены реквизит интернет-магазина. Также зашли, вас сразу же перекидывает на страницу заполнения этих реквизитов. Заполнили. Склады. Вот у вас есть склад один, у вас есть несколько точек, добавляете эти склады, указываете там контакты, данные, телефоны, для какого из интернет-магазинов этот склад будет использоваться, картинку, фотографию и так далее. Дальше. Товары. Добавляем свои товары. Если речь идет про ручной ввод, количественный учет, как он настраивается, ввести или не ввести складской учет, через сколько дней будет снят резервы, если, да, там не оплатил. При каком обстоятельстве товар резервируется в принципе? При оформлении заказа. Или, к примеру, при разрешении доставки, то есть когда вы подтвердили, да, по телефону у клиента, то, что он желает данный товар приобрести, только после этого вы резервируете товар, и в данном случае он будет, количество будет списано из-за наличия, да, и на сайте другие клиенты будут видеть, что данного товара стало на один меньше. И, к примеру, только при отгрузке, при оформлении заказа. То есть вот я оформил заказ, все, сразу же стало на один товар меньше. Сами настраивайте, выбирайте. В мастер. Интеграция, если у вас интеграция с 1С. Здесь идете в соответствующие настройки. Смотрите, проверяете. Ну, здесь также там останавливаться не будем. Настройка по тех же систем службы доставок. Так, хороший пункт. Первый идем в платежные системы. Смотрим, какие у вас есть. Допустим, в Яндекс.Деньгами вы не пользуетесь, да, там ваш клиент не платит. Это можно все дело деактивировать. Допустим, в WebMoney вы тоже не используете. Все, это больше в корзине отображаться данный способ оплаты не будет. Все, Яндекс.Деньг нету, только банковские карты и терминалы. Настраивайте. Допустим, где тут у нас банковские карты. Банковские карты. Для каких типов плательщиков данный способ будет использоваться? Опять же, это может отличаться. Сейчас я выключу режим правки. Так, физлицо или юрлицо. Да, вот физлицо, платежная система, используется только банковский перевод, там даже нет, не подключена к ней служба доставки. Здесь для физлиц, для юрлиц данный способ, платежка в ней используется. Здесь указываете, для Яндекс.Денег обработчик, заключаете с ним договор. Яндекс.Деньги 3.0, который агрегатором, не который платежная система Яндекс.Деньги, а именно как агрегатор. Это может быть, в принципе, все, что угодно, кошелек, киви или, что у нас тут есть, какая-нибудь рубокаса. Указываете, заключаете с ним договор, и я ему предоставляю договор и реквизиты для интернет-магазинов. Эти реквизиты все здесь непосредственно и вводите. Нажимаете кнопочку «Сохранить», там проводится проверка, то есть на соответствии с этих данных, ну, в автоматическом режиме, конечно же, на сервере идет запрос. Если все хорошо, то включается, если никаких ошибок здесь не допустили, то включается у вас автоматически данная служба. И привязываете ее к службе доставки. Так, давайте я сейчас сброшу еще раз. Зайду сюда и говорите, что служба доставки только при самовывозе. Так, это нужно, значит, в обратную сторону. Сейчас настроим. Да, хотите какую-нибудь другую платежную систему? Сейчас покажу, еще взаимосвязь попозже. Платежную систему. Здесь также вводите название, для каких типов платежщиков, и вводите юридически, для физических лиц, выбираете обработчик. Как я говорил, здесь порядка 30, не больше. Еще есть в Marketplace, тоже огромное количество различных агрегаторов других платежных систем. Выбираете нужный вам, указываете все реквизиты, которые вам необходимы, и, соответственно, принимаете, начинаете принимать оплату с помощью данной платежной системы. И то же самое со службой доставки. У нас самовывоз. Стоимость, соответственно, 0 рублей, хотя можно и за самовывоз брать деньги, есть такие, встречал я. Вот, ну и связанные с самовывозом платежной системы, банковские карты, допустим, наличные. И здесь в публичной части. Включаем режим правки и проводим соответствующую настройку. Тоже с помощью шестеренки. Так. банковские карты. Наличный курьер. Так. С чем у меня привязана была самовывоз? А. Доставка курьеру. Так. Что-то я здесь запутался. где-то не проставил что-то какую-то галочку. Не срабатывает взаимосвязь. В общем, не буду дальше мучить, что где-то я ошибся. В общем, хотел показать, но, к сожалению, да, вот что-то я торможу, видимо, очень сильно. Хотел показать взаимосвязь настройки платежной системы от службы доставки. То есть указывайте и будет показываться возможно. и убираться невозможная доставка или способ оплаты. Возвращаясь в службу доставки, можно добавить новую, ну и можно добавить автоматизированную. То есть вы можете добавить свою собственную службу доставки, то есть та, грубо говоря, которая работает в ручном режиме, которую вы сами настраиваете. Допустим, у вас есть курьер на метро, который ездит, есть курьер, который ездит на машине, на газели. И под каждый из типов товаров вы можете выбирать те или иные службы доставки. К примеру, доставка там грузовая. Здесь вы выбираете вес, допустим, от 10 тысяч грамм. Да, потому что 10 килограмм курьер на себе не попрет. И там создаете, сохраняете, указываете там цена, например, тысяча рублей. Ну и указываете здесь, собственно говоря, по каким, где вы находитесь, и по каким регионам вы самостоятельно будете везти этот товар в рамках своего города или в рамках своей области и так далее. А может, в принципе, доставка зависит не от того, сколько он весит. К примеру, быть срочный или несрочный. То есть вы говорите, что сроки доставки, допустим, одного, допустим, один час, это какая-то вообще утопия, от трех, допустим, до пяти часов. И она стоит, такая доставка, тысяча рублей. Или, к примеру, указываю от одного до одного дней. То есть доставка один день стоит 500 рублей. Если, к примеру, вы готовы ждать 3-5 дней, то это вообще будет вам стоить 150 рублей. Как курьер мимо вас будет проезжать, так он там и завезет. Различные бывают варианты. Это вы также можете настроить. И клиент будет сам в корзине своей выбирать, какая ему доставка будет ближе по кошельку, по времени и так далее. Можно также привязать доставку к стоимости заказа. Допустим, при заказе от 50 тысяч рублей, то стоимость доставки будет бесплатной. Это также очень часто используется в интернет-магазинах. И здесь же вы привязываете также к платежной системе. Помимо этого можно настроить автоматизированные службы типа Почты России, DHL и так далее. В данном случае расчет будет тоже в корзине осуществляться, исходя из веса вашего товара. То есть к вашему товару должен быть указан вес. То есть если это одежда, если это коробка какая-нибудь с телефоном, то вы должны указывать вес, чтобы это автоматически все просчиталось правильно и выдалась клиенту стоимость заказа. Куда он, в каком городе, в регионе, в стране живет. Есть у Почты России где есть свои определенные тарифы, мы их загружаем и в админке непосредственно все это дело пересчитывается. Настроили, выполнили. Задание пишет не выполнило. Что-то там недонастроили. А, все правильно. Задание выполнило. Дальше идут у нас настройки SEO вашего интернет-магазина. Тоже очень важный такой функционал. это как раз шаг, когда вы уже выгружаете товар, выгружаете ваш интернет-магазин в публичную часть, начинаете его активно рекламировать и продвигать. SEO настройки у нас проходят в разделе магазин. Идем в раздел одежды и, к примеру, в раздел обувь. Давайте даже отсюда. И, ну, что там, какая здесь для SEO есть настройка, какие здесь есть инструменты. Это прописать автоматически различные теги, ключевые слова к категориям, под категориям и непосредственно к товарам. Заходим в раздел, допустим, платья, нажимаем кнопочку, в раздел, точнее, ваш интернет-магазин в каком-нибудь и нажимаем, допустим, изменить раздел настроить раздел платья. И говорим уникальные платья, вот магазин одежды. Здесь уже готовы какие-то определенные шаблоны, которые автоматически были заполнены при создании сайта. Дальше ваш SEO-специалист идет и просто эти шаблоны меняет под вашу задачу, под вашу товарную специфику. Соответственно, не уникальные, к примеру, там, супер, пупер платья в данном случае. Вот, платье по самой низкой цене в... Здесь можно добавить свойства до какой-нибудь самой низкой цене. Здесь нету. В Москве вот магазин такого-то. Это у вас будет теперь раздел так называться. Раздел платья. Как видите, да, супер-пупер платье по самой низкой цене в Москве это магазин одежды. Сюда можно добавить тоже какие-нибудь переменные, которые вот здесь выбираются. Так, чтобы добавить. У меня SEO-специалист не очень хорошо, конечно. В Москве со склада. Ну, здесь будет, да, можно вывести этот склад, если у вас какой-нибудь членораздельный, нормально, по-человечески написан и назван. Со склада в Москве. То есть, здесь вот со склада, видите, со склада склад, ну, то есть, если наживаете, там, со складом черемушки, да, со склада черемушки от магазина одежды будет таким образом называться. Вот, дальше идем, это будет у вас для раздела настраивайте. и причем для разделов, если у вас там внутри будут какие-то подразделы, то это также можете автоматически применить и непосредственно к ним. И настройки для элементов, то есть, это для товаров, то есть, для платья. В данном случае у нас текст выглядит следующим образом. Представляем платье весенней легкости от магазина одежды плюс. Вот, представляем. Что за представляем? купить товар, соответственно, здесь у нас по цене от, выбираем цена предложения, минимальная цена, по цене от, с доставкой по Москве. Что тут еще можно добавить? Давайте даже по цене купить платье, в размерах от, минимальная цена, по цене от, с доставкой по Москве, от магазина одежды плюс. Ну, опять же, я делаю это как пример. Здесь вы уже самостоятельно выбираете нужный вам шаблон, но суть в том, что вы здесь выбираете, задаете его и автоматически все вот эти описания, они будут применяться к карточке вашего товара. Ну, как мы видим, купить платье весенняя легкость в размерах, ну, да, нужно было не от, а просто какие размеры указывать по цене от 2000 рублей заставка в Москве от магазина такая-то. То есть, вы здесь задаете все нужные вам ключевые слова, и они автоматически будут подставляться. Соответственно, платье весенняя легкость стоит столько-то, платье красная фея, здесь точно так же. Купить платье в размерах, по цене, с доставкой и так далее. Указывайте все необходимые вам свойства, все необходимые вам переменные. То есть, вы задаете это только для раздела платья, и автоматически применяется все это внутри. Поэтому, если у вас раздел, в разделе 1000 товаров, то вам нет необходимости по каждому проходиться и ставить. Вы можете создать какой-нибудь уникальный шаблон для всего раздела, нажать на кнопочку «Сохранить», и автоматически все эти тайтлы, теги, кейворзы, они просто пропишутся к всем вашим товарам. Это удобно и экономит огромное количество вашего времени. Задание выполнено и возвращаемся. Создать карту сайта, подключаем Google, настраиваем файл робот.txt, подключаем к Яндекс.Вебмастеру, ну опять же, какие-то ваши дополнительные настройки, вы это все смотрите, читаете, для чего это, как это работает и продвигаетесь дальше по настройкам вашего интернет-магазина. Обработка заказов. Обработка заказов, различные скидки, реклама и маркетинг. Давайте пройдемся по скидкам. Очень важный элемент любого интернет-магазина. Скидки. Скидки у вас бывают разные. Вот типа, вот задачи. Скидка на товар или на категорию товаров. Ну, когда вы просто, допустим, предлагаете скидку на раздел бытовой техники в каком-то определенном процентном соотношении. Допустим, это какая-нибудь сезонная акция. Был Новый год, да, с какой-нибудь 15 декабря по 12 января, покупая товар, да, он будет продаваться со скидкой такой-то, такой-то. Выбираете определенную категорию товаров, назначаете скидку, назначаете какие-то определенные ограничения и вуаля, скидка применилась. Скидка может быть на правила работы с корзиной. Это когда вы задаете условия клиенту, сделай то или то и получишь определенную скидку. Допустим, положи в корзину 10 позиций. Или если у тебя корзина на 10 тысяч рублей, то ты получишь тысячу рублей скидку. Или, к примеру, положи в корзину такой-то или такой-то товар и получишь доставку бесплатно. Или какой-нибудь товар получишь в подарок. И так далее. Тут уже зависит от вашей фантазии. И еще есть такое понятие, как накопительные скидки, то есть программа лояльности. Когда вы можете создавать программу, сходя из которой ваши клиенты будут покупать больше, а платить меньше. Где-то такой лозунг даже есть. Давайте по порядку пройдемся, потому что функционал действительно очень интересный и очень мощный. Создадим какую-нибудь скидку. Я их сохранять не буду, тоже настраивать. Я просто покажу основные возможности. Скидка на товар в данном случае у нас. Название задаете. Она больше используется для вас. Или, если хотите где-то выводить, можете придумать некрасивое название. скидка новогодняя. Тип скидки в процентах 10%, 20%, 30%. Фиксированная сумма, когда вы скидываете 100 рублей или 500 рублей и устанавливаете цену на товар. В дальнейшем вы просто будете под каждый товар определенную скидку менять. Грубо говоря, указывать старую и новую цену. 50% валюта. Те валюты, которые у вас используются. Максимальная сумма скидки в валюте. Ну, понимаете, когда у вас, например, есть какая-то минимальная стоимость товара, за которую вы его купили, грубо говоря, 500 рублей, и вы не хотите ниже стоимостью падать, поэтому говорить, что максимальная сумма скидки не должна превышать определенный объем. Приоритет применимости и можно еще прекратить дальнейшее применение скидок, потому что их может быть разное множество. Опять же, у вас может быть скидка на товар и дальше еще может быть применяться скидка на работу с корзиной. Чтобы это исключить, ставите соответствующую галочку. И дальше переходим на вкладку условия. Здесь, собственно говоря, самое интересное и располагается. По сути, это такой мастер, с помощью которого вы создаете условия для скидки. Говорите, условия должны быть все выполнены или выполнено любое из условий. То есть, одно из условий выполняется и все скидка применяется. Выполнены или не выполнены. Тоже тут зависит от подхода. И говорите, условия этот товар и выбираете тип товара. Или не товар. Раздел. Грубо говоря, на на раздел нижнее белье устанавливается у вас скидка 50%. Это прям самое простое и самое часто используемое условие. Выбираете раздел или какую-нибудь категорию товаров и применяете на нее скидку. Но это не наш случай. Давайте сделаем что-то поусложнее. Во-первых, можно добавить либо новые условия, либо добавить еще существующие. Допустим, вы хотите на все условия в нижнем белье на все товары. Так, 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 так. Где у нас тут? Количество товара на складе равно которое больше, допустим, 50. То есть, вы хотите распродать ваш склад и указываете категорию, указываете количество, которое вам кажется нормальным и, допустим, у вас там 500. Вот у вас на всю эту скидку 50%, у вас количество уменьшается, соответственно, вот как дошло до 50%, все, скидка автоматически аннулируется и теперь товар будет продаваться по 100% стоимости. Таким образом, да, вы в автоматическом режиме делаете распродажу завалявшегося товара на вашем складе. То есть, вы можете добавить условия, к примеру, начало активности, то есть, когда товар был добавлен на ваш сайт, допустим, там, позже какого-нибудь там числа, допустим, в прошлом году был добавлен и лежит туда на складе и до сих пор еще никак не можете распродать. Все, пусть сметают, да, вы делаете мощную распродажу. И в автоматическом, опять же, режиме, как только приближается к какому-то, доходит до определенного количества, скидка в автоматическом режиме аннулируется. То есть, можно вот таким вот образом работать еще и, или, и не, и так далее. Это может быть абсолютно другое условие, к примеру, связанное с цветом или с брендом. То есть, у вас есть договоренность с какой-то определенной компанией, с которой вы покупаете товар, и они вам предоставляют какую-нибудь определенную скидку. Вы договоритесь на лучшие условия. И вы делаете распродажу, делаете как раз скидку, допустим, которая равна 10% в течение какого-то определенного периода. Указываете бренд, соответственно, здесь, если они у вас там заведены, выбираете. Это может быть, я не знаю, цвет или материал. То есть, вы хотите распродать все, что связано, все, что сделано из какого-нибудь определенного пластика. Допустим, вышел какой-нибудь новый указ, и данный пластик или данный материал стал вне закона. Вам нужно срочно его распродать с минимальными потерями. И так далее, и тому подобное. По размеру, все, что, вот тоже очень часто бывает в магазинах одежды, какой-нибудь, допустим, 45 размер, он всегда остается, и всегда на него скидка, потому что там не самый ходовой. 43, 44, 42, они обычно стоят дороже всего, и когда захочешь купить, себе ботинки не найдешь. Точно так же, говорите, что размер одежды, который равен XXL, даете скидку 20% на эти ботинки. и так далее. Здесь ставить ограничения, то есть скидка применяется для всех пользователей, для определенной группы пользователей, которые могут воспользоваться скидкой. Настраивать это при создании купонов, то есть если хотите, чтобы эта скидка не просто применялась на сайте, а нужно было еще где-нибудь купон скачать, то есть как вот тоже на западных сайтах, на главной страничке вешается какой-нибудь купон со специальным предложением, вы этот купон вводите, или это делается какая-то определенная рассылка по базе своих постоянных покупателей с этим купоном. Ну и соответственно ограничивайте также здесь по времени. Без ограничений можно по интервалу. То есть если эта скидка к примеру не привязана к количеству на складе, то вы просто делаете там с 19 по 25 января. Вот такая у нас скидочка будет работать. Нажимаете кнопочку сохранить и применяется данное условие. Таких скидок вы можете создавать огромное количество под разные категории, под разные задачи, под разных групп пользователей. Опять же таки, то есть если вы работаете там с какими-то золотыми клиентами, вип-клиентами и с различными типами партнеров, для каждого из них вы можете создавать свои мотивирующие скидочные программы. Дальше идем. Правила работы с корзиной. Тоже есть над чем подумать, над чем поработать. Правила. Ну, тут да, стандартный период активности, приоритет отменить или прекратить дальнейшее, то есть что будет у вас раньше. А что будет раньше, вот здесь, собственно говоря, вы указываете. Чем меньше индекс, тем раньше применится. То есть, если, грубо говоря, у вас здесь 100 индекс, а вот в предыдущей акции, которую мы создали с вами, индекс 200, то вот это будет применяться раньше при прочих равных. Действия и условия. Указываем, что нужно сделать. Изменить стоимость доставки, изменить стоимость товара в корзине. Изменить, применить скидку, допустим, или наценку сколько-то, 10% к товарам, удовлетворяющим всем условиям или любому из условий. Причем, скидка, а бывает действительно наценка, когда вы, допустим, указываете в корзине тип плательщика, юридическое лицо и хотите оплатить по безналу. В этом случае в большинстве интернет-магазинов наоборот происходит наценка сколько-то процентов за наличие этих денег и выгоднее платить там с налом, чем безналом через как юрлицо. И, собственно говоря, добавляете те условия, при которых применится эта скидка. общая сумма заказа равна больше-меньше какой-то определенной суммы. Ну, то есть, как я говорил, на 1000 рублей положи в корзину, 1000 рублей у тебя будет или там 10% будет скидка. Если ты выбираешь платежную систему такую-то, то у тебя будет скидка или наоборот наценка. Если ты в корзине какой-нибудь там день недели по средам, допустим, или там по воскресеньям делаешь какой-нибудь определенный заказ, у тебя скидка. Общий вес заказа, служба доставки выбранная, количество позиций, общая стоимость товаров, количество товаров, товары, ну, то есть, какие-то определенные есть свойства, вы выбираете и, соответственно, здесь уже смотрите и работаете в дальнейшем, настраиваете, как вам это необходимо. То есть, вот эта скидка, она будет применяться непосредственно в корзине. Ну, и вы можете выдавать, что вот там скидку такую, чтобы получить скидку 10%, вам нужно положить в корзину еще один товар или купить еще что-нибудь на сумму 1000 рублей. Это хорошо действует и настраиваете эту программу для ваших клиентов. И еще один инструментарий для маркетинга это накопительные скидки. Такая так называемая лояльная программа лояльности. Называете ее, применяете к тому или иному сайту и указываете здесь. Во-первых, период для расчета скидок тоже везде бывает по-разному. Где-то нужно, например, в течение года подтверждать эту скидку 12 месяцев, период определенный, то есть там под 31 декабря, 31 января вы проводите пересчет всех клиентов, которые участвовали в этой скидочной программе. Кому-то продлеваете, кому-то нет. Валюта, сумма оплаченных заказов и скидок. Ну и, соответственно, указываете, что, например, при сумме оплаченных заказов от 10 тысяч рублей включена скидка, скидки будет 10%. При заказе от 20 тысяч рублей 15% и так далее, и так далее, и так далее. Не знаю, здесь, мне кажется, ничем особо не ограничено. Ну, то есть, хоть по рублю добавляйте и создавайте свою накопительную программу. Таким образом, я начинаю оплачивать, покупаю. В дальнейшем автоматически будет применяться при заказе у меня соответствующая скидка. Ничего делать для этого мне, в принципе, не нужно будет и мне, как клиенту, будет выгоднее покупать именно у вас, потому что я буду экономить, я буду получать определенный процент на заказ. Да, потому что цена в вашем интернет-магазине мне будет выгоднее, чем у ваших конкурентов. Настроили и, соответственно, запустили в работу, сделали рассылку и проинформировали ваших клиентов о новой скидочной программе в вашем интернет-магазине. Так. Да, скидки на товары, сделали рассылку и подписали к вашим клиентам. Рассылки как раз осуществляются с помощью модуля рассылки. Все это здесь вы можете потом выгрузить и регулярно делать такие рассылки для ваших покупателей. Скидки настроили, подключаемся к Яндекс.Маркету. Тоже есть отдельный функционал, который позволяет вам выгружать туда все ваши товары или выбирать какие-то товары туда выгружать. И если вы рекламируете через маркет, то есть у вас огромное количество, ваша аудитория сосредоточена там, то вы можете использовать соответствующий инструмент. Настраивайте, экспортируйте, добавляйте профили. В профиль указывается что и как выгружать. И формируется файл в формате ЯМЛ и которая принимает Яндекс.Маркет и теперь вы в том числе будете представлены и там. Ну конечно не забывайте что нужно с ними также заключить договор, там есть определенные оплаты и так далее. Все это уже на стороне Яндекс.Маркета в документации также об этом информация будет указана. Дальше работаем с поступающими заказами, смотрим наши покупатели, смотрим различные отчеты и так далее. Для заказов есть соответствующий раздел, так и называется здесь заказы. Здесь мы смотрим все заказы которые у нас были проведены, покупатель, какие-то также через шестеренку настраиваем какие позиции нам здесь выводить в этом фильтре, в этой табличке. Есть также фильтр, фильтр также можете самостоятельно настроить, добавить сюда любой нужный вам фильтр, в этом фильтре выбрать нужные вам условия, по которым вы будете фильтровать позиции, задать какие-нибудь значения по умолчанию и, к примеру, свернуть таким образом на этот фильтр. И потом вы просто заходите, нажимаете на нужную вам кнопку и смотрите те товары, которые будут сфильтрованы под определенным характеристикам. То есть, к примеру, задаете здесь кланку приоритетное или разрешенные к отправке и утром просто заходите и нажимаете. Так, что мне нужно отправить курьеру дать? Так, разрешенные к отправке. Кликнули, перешли, отфильтровали, распечатали, выгрузили в Excel, настроили эти заказы как вам необходимо. заходим в заказ, смотрим здесь статус, также можем поменять данные по заказам, покупатель, доставка, оплата, какие-то были проблемы или нет заказом, комментарии от покупателя, можете свой собственный комментарий оставить, отгрузка товаров в заказе, собственно состав этого заказа и также видите, что данные покупателя просматривал, какие товары он также изучал. И когда вы звоните клиенту и договаривались с ним о доставке, вы можете также предложить сказать, что вы знаете, у вас выбрали вот эти штаны, но на самом деле качество у них не очень, предлагаю вам купить другие штаны и они получше, подольше вам послужат и могу вам еще предоставить дополнительную скидку на них. Без проблем. Давайте, нажимаете кнопочку, если все ок, нажимаете кнопочку «Изменить заказ» и добавляете в заказ ту или иную позицию. Можете здесь код применить, можете отредактировать цену, сказать, что вы знаете, вы такой хороший человек, и вы сегодня у нас там сотый, давайте я вам даже цену сделаю другую, сделаю, нажал случайно «Enter», сделаю другую, предоставлю вам соответствующую скидку. Здорово, спасибо, все в режиме реального времени. Меняете статус на «Выполнен» или, допустим, «Оплачен», формируется к отправке, и у клиента также этот статус будет изменен. Вы можете, причем, на все вот эти изменения статуса автоматически привязать почтовые уведомления или смс-уведомления, и клиенту будет приходить информация о том, что там статус изменен, курьер выехал и так далее. Если у вас здесь подключена автоматическая способ оплаты типа «Киви», «Яндекс.Деньги» и так далее, то вот эти данные будут здесь автоматически указаны, то есть вы будете видеть, что оплатили, номер транзакции, кто оплачивал данные по плательщику. Если речь идет про интеграцию с 1С, к примеру, когда вы будете в 1С выгружать товары, в обратную сторону из 1С выгружать свойства, не свойства, а статусы по оплате, это также будет в автоматическом режиме здесь предоставлено. И во вкладке «Транзакции по заказу» вы также все это будете видеть, когда деньги пришли, когда деньги были списаны и так далее. Причем может быть так, что курьер оплачивает часть заказа, потом по безнамому, часть наличным или часть каким-то другим способом и так далее. Вы также можете поставить клиенту такую возможность по разбивке заказа на некоторую определенную сумму. История изменений тоже важный раздел, важная вкладка, где вы видите, кто чего там изменял. Может клиент зайти изменить состав заказа, может менеджер что-то изменить или еще кто-то. Вся информация будет здесь сохранена, кто чего заходил, менял, редактировал и так далее. Это все вы будете видеть в разделе История изменений. Если клиент вам звонит, то вы можете разговаривать с ним по телефону, добавить за него заказ, он также добавится в вашем интернет-магазине и сформируется. И дальше уже смотрим, работаем с вашими покупателями, с различными отчетами. Есть готовые отчеты по вашим покупателям, по заказам и так далее, и тому подобное. Есть как вот здесь. Покупатель в данном случае я один, никого больше кроме меня нету. Давайте нового пользователя заведем. здесь можете опять же фильтровать по лучшим, по новым покупателям и так далее. Лучшие покупатели допустим, доводите свойства заказа сайта, или там, я не знаю, количество оплаченных заказов, сто или там сумма заказов и так далее. И выводите здесь соответственно по данным значениям. Также увидите информацию по корзинам, то есть это те казины, которые были на вашем сайте открыты, грубо говоря, там у них положили товар, но не стали ничего оплачивать. Это все здесь у вас также будет отображаться, причем если этот пользователь у вас авторизован, то есть вы знаете о нем информацию, в данном случае имя и e-mail, вы можете мне позвонить, написать и спросить, почему я не оформил заказ в течение трех дней, в чем проблема, может быть, как-то там цена не устраивает, или какие-то что-то непонятные и так далее. Я думаю, с этим тоже не раз сталкивались, когда там делаете какой-нибудь заказ, вам потом перезванивают с какими-то уточняющими вопросами через день или через неделю, почему не заказали, или приходит какое-нибудь письмо со специальным предложением. Вот я зашел на данный сайт как неавторизованный пользователь в новом браузере, к примеру, могу здесь что-нибудь положить в корзину, и потом просто забить и уйти. Вот эта корзина тут же появляется здесь, видим, что пользователь не авторизован, то есть мы не знаем, кто это, он у нас не регистрировался, ничего, и вот он положил розовый костюм в вихрь. Это у нас будет как брошенная корзина висеть, и, в принципе, для отчетов это тоже достаточно полезно смотреть, какая у вас еще текучка, грубо говоря, какая у вас конвертация из этих корзин в оплаты. Может быть, нужно каким-то образом упрощать процедуру заказа, меньше данных просить для заполнения, либо делать несколько шагов нужно сделать, у кого-то, наоборот, нужно сделать один шаг и просить, к примеру, сразу только телефон и имя, или вообще может быть, подключить какой-нибудь функционал с быстрым заказом, когда я зашел в корзину, или не в корзину, а на сайт, и не в корзину кладу, к примеру, добавить кнопочку сюда, заказать быстро, сделать быстрый заказ, просто я указываю свой телефон и нажимаю кнопочку отправить и здесь будет автоматически создан просто новый заказ с этим телефоном. Менеджер перезванивает, уточняет, договаривается с курьером, точнее, с вами о курьере и так далее. То есть, тоже для анализа хороший такой инструмент. Счета, транзакции, тоже можно смотреть, какие суммы были списаны, какие суммы были начислены и дальше уже смотрим тоже различные отчеты. Можно создать типовые, можно добавить свои собственные. Брошенные корзины, лучшие клиенты, новые клиенты, продажи, самые ожидаемые товары и так далее, и тому подобное. Есть возможность сформировать прайс-лист по всем вашим товарам и, к примеру, также распечатать, экспортировать в Excel и с этим товаром тоже каким-то образом выработать. Если, к примеру, ваши клиенты, там где-нибудь дилер, с которым вы работаете, требуют от вас прайс-лист, вот, пожалуйста, зашли, утром сформировали прайс-лист и отправили его вашим клиентам. Отчет по запасам товаров, смотрите также по утрам, какое количество товаров у вас есть на складе. Если у вас ведется складской учет, вы можете видеть приход, какое количество пришло, какое количество было куплено за тот или иной период. здесь также эти фильтры можно учитывать. И доходность тоже по товарам. За сколько вы купили данный товар, за сколько вы его продали и сколько, соответственно, у вас составила валовая прибыль и рентабельность в процентах. Это тоже актуально для тех компаний, которые, к примеру, не делают интеграцию с 1С, а ведут складской учет непосредственно в Битриксе подминки вашего сайта. Здесь такой же функционал, который позволяет вам делать приход товаров, расход товаров, указывать различных поставщиков, вводить цены, добавлять, создавать документы по приходу, расходу, отмены резервирования, перемещения между складами, возврат товара, списание и так далее. То есть, полноценный функционал для складского учета. Ну и потом в дальнейшем вы сможете как раз устроить такие вот отчеты, смотреть, выбирать наиболее выгодного поставщика или наиболее выгодный товар, который приносит вам наибольшую прибыль. Ну и дальше у нас уже дальше идет интеграция с СРМ, комментарии, блокировки, удаления и такие уже для прошаренных интернет-магазинчиков. Ну и дальше уже переходим посредственно к обслуживанию, слежка за его здоровье. Ускоряем сайт, смотрим там монитор производитель, как все работает, насколько все быстро работает, насколько все качественно работает, не ждут ли там ваши клиенты по 10 секунд, пока там сформируется заказ, или откроется страничка и так далее. Есть вот еще такой инструментарий, как скорость сайта, который позволяет вам проверить, насколько быстро работает ваш сайт. Ну, опять же, это отдельный сервис и нету, к сожалению, возможности проверить, он недоступен. Ну, да, это другой домен, который у меня был. Вот здесь показывает, что работал не быстро. То есть, это другие домены, которые привязаны к моему ключу. Не быстро работал, показывает вам, где именно проблемы, где именно, ну, то есть, насколько медленно, где, какие проблемы, где там сайт у вас стопорится и так далее. Ну, и, соответственно, нужно, если как будет не быстро у вас, то нужно принимать соответствующее действие, вручать различные инструменты, типа композитного режима, CDN подключать, то есть, раздавать ваш контент, особенно, у вас много фотографий, видео не с вашего основного сервера, а с других специализированных на это, как раз для этого сервисов, ну, и так далее, и тому подобное. Для всего этого добра есть, так называемая, панель производительности, запускаете ее и смотрите. Система тестирует ваш сайт, ваш хостинг, вашу разработку и говорит вам о том, что сделано плохо, что сделано хорошо, что нужно включить, что нужно выключить, чтобы ваш сайт работал лучше, быстрее, где какие есть ошибки, где какие есть уязвимости. Смотрит по конфигурации, показывает вам, если нужно что-то, так, сейчас я отключу его, остановляем, остановим тест, какие-то рекомендации, если необходимо, ну, здесь в целом все более-менее нормально, вот, пишут, что битрикс не оптимальный, здесь отключить, здесь настроить, здесь оптимизировать и так далее, ну, то есть, вам нужно будет какие-то действия определенные вести с вашим сайтом, ну, по разработке тут тоже есть определенные проблемы с каким-то из инструментариев, тоже можете зайти потом посмотреть, в чем проблема, ну, или там, передать вашему администратору, точнее, вашему администратору, в принципе, должен запускать такую панель производительности, чтобы искать какие-то проблемы, да, и их оперативно устранять. Главное, что инструмент у вас для этого есть. Настраивайте, масштабируйте, техническая поддержка вашего бизнеса. Вот, ну, и такие уже больше технические инструменты и различные подсказки, да, где что почитать, где что посмотреть, чтобы знать о вашем интернет-магазине как можно больше, да, и всегда оперативно принимать те или иные действия. Вот, постарался за два часа рассказать об основных возможностях. Я еще раз напомню, что со февраля мы будем разбивать такие вебинары на более узкие темы в плане битрикса, то есть темы там связанные только с каталогом или только с маркетингом, только со скидками, там с SEO и так далее. Вот, и можно будет также смотреть эти вебинары и задавать уже конкретные вопросы по конкретной задаче. Сейчас же я буквально несколько слов про ценообразование и поддержку. На сегодняшний день у нас шесть редакций от 2000 рублей до 60 тысяч рублей. Для интернет-магазинов у нас подходят всего две редакции это малые бизнесы и бизнесы. Это те редакции, в которых есть интернет-магазин и каталог товаров с различными ценами, с кью и так далее. Ну, опять же, как еще в самом начале говорилось, вы можете переходить с минимальной редакции на максимальную и просто доплачивая разницу в стоимости. Можно начать с небольшого каталога товаров на редакции старт за 4900 и постепенно по мере роста вашего бизнеса доплачивать, переходить на малый бизнес и в дальнейшем на редакцию бизнес. Чем эти редакции отличаются? Посмотрите на нашем сайте, потому что там достаточно большая табличка и ее сюда очень будет проблематично запихнуть, это будет очень мелко, не видно. На нашем сайте прямо есть табличка сравнения редакции, чем они отличаются между собой, что это такое за модуль, который здесь есть, тут его нету, можете прямо зайти и посмотреть отдельно. В течение первого года после, ну, первое, все эти цены, это цена именно за лицензию, лицензия подразумевает, что вы один раз платите и пользуетесь всю жизнь. это не какой-нибудь аренда или еще что-то, какая-нибудь услуга, это именно лицензия, то есть вы купили право на программное обеспечение, лицензию на программное обеспечение и, соответственно, сделали свой сайт, он теперь будет работать всегда, пока вы им занимаетесь, пока вы оплачиваете хвостинка домен. Через год, через три года мы никаким образом его не отключим и не заставим его не работать. В течение первого года включена техническая поддержка и обновление от компании 1С Битрикс. Техническая поддержка на коммерческом уровне включена, потому что, в целом, мы отвечаем всем нашим клиентам, которые пишут на нашем сайте, на нашей системе. В течение, для коммерческих клиентов там просто уровень поддержки выше, время реакции гораздо выше, 4 часа на реакцию на решение проблемы. И, самое важное, входит в течение этого первого года обновление, которое мы выпускаем достаточно регулярно. Обновление, это не просто какие-то фиксы, что-то исправили, а это именно новый функционал, новые возможности, которые мы выпускаем в среднем два раза в год, осенью и весной, которые вы получаете, если у вас там активная коммерческая поддержка, абсолютно бесплатно, просто загружая эти новые возможности на ваш сайт из админки. Можно продлить еще на год потом, когда закончится, за 22% всего от стоимости вашей редакции, еще год будете получать техническую поддержку на коммерческом уровне и новые обновления от Битрикса. Ну и, как я говорил, все это, что я вам сегодня показывал, вы можете обязательно посмотреть, скачав пробную версию на нашем сайте в разделе скачать, любую редакцию выбирайте, которую хотите, скачивайте, ставьте и смотрите, как оно все работает. Так, предлагаю Сергею уже начинать готовиться, а я же постараюсь ответить на ваши вопросы, которые вы нам задавали. Яндекс.Директ есть, а Google AdWords в каком состоянии? Обещают, насколько я знаю, выпустить буквально до февраля, по-моему, что такое слышал, а не успели Google AdWords заделать. Поподробнее про CRM можно? Спрашивает Александр. Александр, завтра будет отдельный вебинар в это же время на этой же площадке, ну, нам заодно просто зарегистрироваться. Там будет как раз вопрос, связанный с интеграцией с CRM-системой. Насколько доменов распространяется лицензия? Руслан спрашивает. По умолчанию вы на одной лицензии можете создать два абсолютно разных сайта. Ну, как бы, админка будет одинак, одна, то есть управлять вы будете сайтом как бы с одной админки, но сайты могут быть абсолютно разные, то есть один может быть интернет-магазин, другой может быть какой-нибудь просто другой сайт. К примеру, на Битриксе работает Cosmopolitan и Men's Health, то есть абсолютно два разных журнала от одного издательства, один там женский, другой мужской. Контент абсолютно разный, но вот можно таким вот образом работать. Можно купить, если у вас там больше сайтов, необходимость на есть, докупайте дополнительные сайты, там где-то порядка 20-25% от стоимости редакции дополнительные сайты, но, соответственно, чем больше покупаете, тем дешевле эти последующие сайты будут. Есть ли в типовом решении загрузка товаров из XSR? Ну, вообще, в целом, в самом Битриксе есть такое понятие как импорт-экспорт, данных и поддерживается формат XML и CSV. То есть вам Excel нужно будет сохранить формат CSV и загрузить эти данные. так. Максим, по поводу службы доставки, я не очень понял вашего вопроса. связь с данным способом оплаты указана, в данном способе оплаты связь у нее с другими службами. Максим, переформулируйте, пожалуйста, вопрос, не очень понятно, как это указано одно, а на самом деле другое. «Было ли будет подробный семинар по SEO в Битриксе?» Ну вот, по поводу SEO именно отдельного не было, но, как я говорил, что в феврале этому разделу будет уделено дополнительное внимание, в том числе мы очень часто на вебинар приглашаем сторонние компании, которые будут заниматься в том числе и SEO-оптимизацией и всем, что с этим связано. Раздел «Сео в стандартной версии Битрикса есть или только в бизнесе?» Этот раздел есть, в принципе, во всех редакциях. Этот раздел относится просто вообще к всем инфоблокам, да, и этот мастер он во всех редакциях есть. «Как ведут себя шаблоны Marketplace на редакциях «Малый бизнес», «Стандарт», «Старт». Имеет ли смысл пользоваться Marketplace на этих редакциях?» Дмитрий спрашивает, «Дмитрий, тут Marketplace это просто каталог готовых модулей и шаблонов для вашего сайта. Здесь просто два подхода. Либо вы самостоятельно это делаете, заказываете разработку, либо используете даже стандартный модуль, шаблонный модуль, который есть в Marketplace, что вам удобнее, что вам выгоднее. Так. «Есть реальный магазин на 1С управления торговлей. насколько сложно перенести его базу в интернет на Bittrex?» Спрашивает Дмитрий тоже. Дмитрий, вы не переносите базу, вы настраиваете импорт-экспорт, подключаете вашу 1С к Bittrex и, соответственно, выгружаете в 1С, в Bittrex данные этих товаров по формату Commerce.ml и когда в 1С будут какие-то проходить обновления, то есть будет свистываться товар, или добавляться новый, или удаляться товары со склада, эта вся информация будет в автоматическом режиме, в режиме реального времени изменяться, в том числе на вашем сайте. Посмотрите на самом деле записи наших вебинаров. Не так давно, по-моему, в декабре у нас был как раз большой вебинар по интеграции с 1С. Где лучше прописывать условия скидки в Bittrex или 1С? Это зависит от того, где у вас эти условия действуют. Если действуют везде, и вы в принципе все товары ведете в 1С и 1С для вас главной составляющей является, то, конечно же, лучше делать все в 1С. Потому что скидки из Bittrex в 1С в 1С ваши применяться не будут. То есть вы не сможете настроить в Bittrex скидки так, чтобы они потом в 1С для ваших оффлайнов покупателей применились. Если вы торгуете и на оффлайн, и на онлайн, то делайте все в 1С, потом просто всю информацию выгружаете в Bittrex. Ну, конечно же, в Bittrex особенно работа с корзиной она предоставляет гораздо больший плацдарм для работы со скидками. В 1С такого нет. Здесь просто смотрите, какие именно у вас скидки есть. Если это простые какие-то товары, то создавайте в 1С. Если это какие-то сложные при различных условиях и вы в 1С их не сможете создавать, то в Bittrex придется. В списке заказов можно ли настроить вывоз списка заказов товаров из соответствующего столбца? Максим, на самом деле скоро, я думаю, уже в феврале выйдет абсолютно новый список заказов, абсолютно другой визуально и с его помощью вы сможете настроить все, что хотите и как хотите, чтобы это отображалось визуально. Подождите, пожалуйста, немножко, вот-вот должно это уже выйти. Тестируем, скоро выпустим. Если привязана платежная система, то информация об оплате заказа записывается автоматически? Да, меняется статус автоматически, то есть как только клиент, грубо говоря, на вашем сайте выбирает Яндекс.Деньги или оплату карточкой, нажимает кнопочку «Оформить заказ», дальше есть кнопочка «Оплатить». Он нажимает на эту кнопочку и его перекидывает на сервер данные, карты или там Яндекс.Денег, или там WebMoney, там, значит, оплачивает и нажимает кнопочку «Ок» и потом его обратно перекидывает в интернет-магазин, там уже у него меняется статус на «Оплачено». И вам информация об оплате также приходит в кабинете «Меняется статус». Все это в автоматическом режиме. Так, Юрий спрашивает, а у вас модули местоположения неправильно подставляют индексы? Обратитесь, пожалуйста, в техподдержку, вам подскажут, что, где как нужно делать, настроить, почему неправильно. Денис сказал «Настроить в админке прайс-лист, добавить необходимые колонки, фото, товары и т.д. А на самом деле зайдите лучше даже не в прайс-лист, а в раздел «Меняется статус» В раздел «Магазина», к примеру, «Одежда», «Список товаров», если вы хотите, вы можете вот это настроить, отображение как вам необходимо, что сюда выводить, в том числе и картинки, описание и так далее. Настроить отображение здесь вот этой таблички как в тех столбцах, а потом просто нажмите на тумбочку в Excel и выгрузить это все дело будет у вас как прайс-лист в админке непосредственно. Так, очень много вопросов, я боюсь, я на все уже не успею ответить. Так, апгрейд апгрейд к 15-й версии сколько стоит? Ну, если у вас коммерческая поддержка еще активная, то это абсолютно бесплатно для вас посмотреть. ну, то есть вообще, в принципе, можете на наш сайт зайти, там есть раздел «Купить продление» или там «Проверить ваш ключ» и посмотрите, какой у вас сейчас номер ключа, когда вы покупали и когда у вас заканчивается активная поддержка. Посмотрите, если она активная, то абсолютно бесплатно, вот до конца срока все обновления будете получать. «Куда писать и как поправить по ссылке не туда уходят?» Юрий спрашивает. Ну, Юрий, я вам уже сказал, писать техническую поддержку вопрос решается только там, если у вас что-то там не так работает. Так, очень много вопросов, прям сыпется и сыпется. Давайте все-таки оставим это на уже вопрос, ну, на нашу техподдержку. На нашем сайте есть все наши контакты, вы можете написать, позвонить, ну, если какие-то тенические вопросы, написать в нашу техническую поддержку и задать все ваши вопросы. Мы обязательно вам ответим, подскажем, да, или там, порекомендуем, кому обратиться, там, чтобы сделать интеграцию и так далее. Ну, опять же-таки, если у вас там не смогли найти на нашем сайте вот видеозапись про интеграцию 1С, техподдержка вам также подскажет, где она есть, где ее можно будет скачать. А сейчас я передаю микрофон уже Сергею, который расскажет свою презентацию. Сергей, включай микрофон. Алло, алло, не слышно? Да, пока не вижу тебя. Сейчас связь, видимо, пройдет. Ты меня слышишь? Да, слышу отлично, но вот пока не вижу экрана, там, нажимал Show My Screen. Нажал, ждем. Вот, все отлично, видно. Райан, начинаем. Удачи, мы слушаем тебя внимательно. Все отлично. Здравствуйте, коллеги, большое спасибо Денису за то, что он так подробнейшим образом рассказал про внутреннюю часть Small Bitrix, про стандартные возможности, про стандартный шаблон. Мы же немножко поговорим наверное о другом. Ну, все мы знаем, что у нас сейчас самое популярное слово это кризис и собственно говоря, наверное, вот от этой точки мы будем отталкиваться, чтобы понять, собственно говоря, если кто-то начинает бизнес или кто-то пытается выйти в онлайн, с чего начать, на чем заострить какие-то аспекты, какое-то внимание. Почему, собственно говоря, возникло такое желание именно сделать акцент на слово кризис? А сами, когда мы организовывались, а это наша компания, ITIN, это было в 2008 году, это тоже был, ну, некий, как бы, начало определенного кризиса, в котором мы, собственно говоря, выходили на вот этот рынок, на рынок веб-разработки и, собственно говоря, мы в нем и выжили, и окрепли, и вот сейчас с удовольствием развиваемся, понимая, что кризис это на самом деле для кого-то это, в общем-то, беда и уход с рынка, для кого-то это освобождающиеся, в общем-то, рынки для деятельности, и люди начинают свою деятельность. И как известно, что, в общем-то, сейчас без представительства себя в интернете, в общем-то, достаточно сложно, в общем-то, себя реализовывать. Поэтому мой рассказ, моя часть будет посвящена как раз-таки с чего начать, на чем остановиться и, собственно говоря, как заказчик подготовился к какому-то из вариантов для того, чтобы начать свою деятельность в интернете. Итак, о чем мы, собственно говоря, поговорим. Очень важно, когда действительно заказчик перед тем, как начать работать или выйти из оффлайна в онлайн, понимает, собственно говоря, что он может сделать и оценил свои силы. Он может запланировать какие-то вещи, он может построить какую-то стратегию выхода или он просто пытается попробовать прощупать рынок, прощупать для себя какие-то новые возможности. Очень важно после оценки, собственно говоря, рынка или той специфики деятельности, в которую вы выходите, понять для себя вариант реализации, который будет отвечать целям и задачам бизнеса. Естественно, очень важно, когда вы выходите на проект, уже имея материалы, которые вы хотите в общем-то либо продавать, либо описывать то, что вы хотите продавать. Эти материалы, естественно, должны учитывать и первичную подготовку к дальнейшему продвижению проекта, потому что, как мы знаем, сделать сайт этого недостаточно, важно, чтобы еще и подготовить этот сайт к дальнейшему SEO-продвижению или какой-то другой стратегии в соответствии с вашими маркетинговыми пожеланиями. Естественно, особый выбор сейчас, когда с одной стороны с рынка уходят и исполнители, и потенциальные заказчики, с другой стороны остаются на рынке и, собственно говоря, окрепшие компании и, собственно говоря, хорошие действительно заказчики выбрать того исполнителя, который действительно доведет ваш проект до конца. Это очень важно, потому что очень неприятно, когда на падающем рынке можно выбрать исполнителя и ошибиться, и, в общем-то, потратить время и средства, и не получить тот результат, который вы ожидаете. Поэтому сейчас требования к исполнителю еще жестче становятся, и на это нужно обратить особое внимание, о чем мы, собственно говоря, сегодня, что мы, собственно говоря, сегодня и затронем более подробно. Действительно, я покажу некие примеры, чем отличаются типовые интернет-магазины от нетиповых решений, и какие проблемы могут быть с этим связаны. Или, например, то, что иногда не понимает сам заказчик, когда он выбирает, например, какое-то типовое решение, в чем он должен ужаться, или, например, как он должен построить свою работу, и чем типовое и нетиповое решение отличается от уникального решения, индивидуального проекта под конкретную специфику деятельности самого заказчика. Оценка собственных сил. Вы знаете, очень часто ты приходишь навстречу, и ты понимаешь, что сам клиент еще до конца не видит, что он хочет. То есть, очень часто задачу ставится менеджменту, который не всегда концентрируется на задачах бизнеса, и он сам еще не видит, что же он ждет от проекта. И вот, когда заказчик не понимает, что же будет в конце его проекта, или хотя бы в конце первого этапа, чтобы хотя бы выйти в публичную часть в интернете, вот именно этот момент нужно проговаривать сразу и ставить точки над «и». Потому что, если заказчик не понимает, что он хочет в конце, а исполнитель соглашается на работы, которые он тоже не понимает на самом деле, и берет на себя этот риск, то в конце вы можете столкнуться с ситуацией, что получите не то, что вы ожидаете, потому что на самом деле не понимаете. И особое внимание мы всегда концентрируемся на то, чтобы составить документ, который бы на понятном языке бы с одной стороны описывал цели задачи заказчика, с другой стороны это был действительно технический документ, который можно будет положить на стол разработчику, верстальщику и программисту для того, чтобы он реализовал этот проект и не задавал лишних вопросов. Все вопросы на этапе составления технической документации должны быть решены. И тогда действительно можно рассчитывать на то, что ожидает сам заказчик. Очень важно, чтобы действительно заказчик был готов тратить время на свой проект, потому что также бывают ошибочные мнения заказчика, когда он рассуждает, что я заплатил деньги, вы же профессионалы, но вы мне пожалуйста все и сделайте. Это не всегда верно, потому что очень важно, чтобы сам заказчик или представитель заказчика ответственное лицо тратил время на свой будущий проект, потому что от него требуется меньше времени, чем от исполнителя, потому что только когда в связке работают заказчик и исполнитель, получается действительно качественный проект. Наверное, оскомину пробило, уже набило, я не знаю, что очень важно, чтобы у заказчика был материал. Очень редко, но бывает, случаи, когда действительно у заказчика есть весь материал, который он хочет разместить на сайте. Но, как показывает практика, большинство этого материала не имеет. И очень важно, чтобы исполнитель четко давал понять заказчику, что другой заказчик, мы делаем одну часть работы, ты, пожалуйста, пока мы рисуем дизайн, делаем ТЗ, подготовься к тому, чтобы передать весь материал для размещения, интеграции с 1С, размещения текстов, может быть, каких-то вторичных картинок, видео и так далее, перед разработкой, и когда у исполнителя будет весь материал, который необходимо разместить на сайт, либо произвести соответствующие интеграции для импорта нужных вещей на сайт, то тогда количество рисков увеличения сроков или, например, каких-то других вещей, которые могут задержать проект, они резко сокращаются. Потому что очень часто бывает, что заказчик говорит, ну вы пока вот это делаете, а я пока материал подготовлю. И бывает ситуация, что исполнитель останавливается только потому, что, например, заказчик не заполнил 1С. Иногда бывает, что у него просто 1С нет. И пытается каким-то образом исходить из этой ситуации. И это всегда накладывает на себя отпечаток либо увеличение сроков, либо каких-то трений между заказчиком и исполнителем. Поэтому очень большой совет заказчикам, что если вы идете к проекту, пожалуйста, будьте ответственными и в том числе подготовьте весь материал для своего проекта. не секрет, наверное, что очень часто бывает, что заказчик думает, что он делает что-то для себя и меряет требования к своему проекту вот именно со своего видения, не советуясь, не вовлекая в постановку задачи, например, там, среднее звено своего управленческого персонала или, может быть, даже просто простых продажников, если мы сейчас говорим про интернет-магазин. Какие-то особенности, нюансы очень часто могут вам порекомендовать именно те сотрудники, которые напрямую контактируют с потенциальными покупателями вашей продукции. И именно они могут порекомендовать какие-то важные вещи, которые, может быть, уже вы с высоты своей должности можете не увидеть либо отстать от изменяющихся требований покупателя. Очень важно, когда на этапе разработки технических заданий или технической документации привлекаются сотрудники, их мнение учитывается. Это на самом деле снимает в будущем много-много ненужных переделок либо доработок сайта, потому что тоже у нас есть определенная статистика, что после запуска проекта сайты могут доделываться от 30 до 40% только по той причине, что какие-то вещи были не учтены и они стали неудобными, когда уже действительно все взяли, все пощелкали и все посмотрели. Поэтому обратите на это, пожалуйста, внимание. Действительно, при разработке проектов нужно учитывать, знать свой рынок, знать своих конкурентов, проанализировать этих конкурентов для того, чтобы на рынок выйти с таким инструментом или с таким сайтом, который будет лучше, чем ближайших конкурентов. и вот мое глубокое убеждение в том, что когда начинаете что-то копировать, а у них здесь здорово и так далее, то вы не забывайте, что вы также повторяете их ошибки, которые могут оттолкнуть вашего потребителя от ваших же сайтов. Поэтому всегда правильно, когда у вас есть именно те черты вашего проекта, которые отличают вас от конкурентов, естественно, положительно, и это существенно влияет на дальнейшее развитие вашего проекта и снижает на самом деле будущие издержки на продвижение, на развитие и на привлечение клиента. Потому что если у вас будут инструменты, которых нет у вашего конкурента, либо они будут более удобными, либо сайт будет грузиться гораздо быстрее и так далее, то это всегда будет положительно сказываться на вашей окупаемости и на вашей конверсии. Ну, про окончание проекта я уже сказал. Нелюбимое слово, наверное, для всех бюджет. Действительно, хороший проект не может делаться за месяц, не может делаться за два месяца. Потому что, когда кто-то куда-то спешит, то, значит, мало времени тратится на то, чтобы какие-то нюансы и детали вашей специфики учесть. А это всегда будет в общем-то потом минусом в вашем проекте. И, естественно, доскональные проработки конкретных вещей, они требуют времени. Ну, а время, соответственно, в наше время это и деньги, которые увеличивают стоимость данного проекта. Так, все-таки, на каком варианте остановиться? На готовом варианте или на уникальном? Сейчас с развитием маркетплейса на Битриксе вы можете действительно зайти на сайт и увидеть там огромное количество предложений различных разработчиков по интернет-магазинам. Вот здесь вот встает вопрос, а насколько готовый сайт подходит вам к вашей специфике, вашим, может быть, каким-то маркетинговым стратегиям, насколько он отвечает вашим задачам, целям бизнеса получать прибыль? Потому что очень часто бывает, что даже у нас покупают наши готовые решения, а потом их дорабатывают существенно тратя ресурсы на их доработку. И встает вопрос, ну зачем нужно было покупать готовое решение, чтобы потом его переделать и вложиться в него все равно, что вы разрабатываете уникальный. Вот это очень важный момент. Другая ситуация, когда вы уже крупной компанией, вы хотите что-то изменить, у вас есть свои требования, существующий бренд-бук или уже узнаваемость цветов, логотипов и так далее, то конечно же использование готовых вариантов вам уже не подходит, потому что вы хотите существенно отличаться от своих ближайших конкурентов, вы уже взяли какую-то долю рынка, а значит у вас уже есть другие требования к продвижению ваших товаров через онлайн-ресурсы. И соответственно практически ни одно готовое решение не подойдет под такие задачи. и поэтому естественно вы будете испытывать все ваши нюансы, всю вашу специфику деятельности, какие-то плюсы или новые инструменты, которых еще нет у ваших конкурентов, для того, чтобы привлечь к себе потребителя и увеличить конверсию через онлайн-продажи. К чему готовиться? Какие плюсы и минусы у готовых решений или у уникальных решений? Везде есть какие-то особенности, на которые нужно обратить внимание. Действительно, если вы хотите попробовать начать бизнес, то для вас очень важны сроки, сроки запуска проекта. Поэтому сейчас и пользуются популярностью готовые решения, потому что их можно в своем выступлении говорил о том, что называл это шаблоны с маркетплейсом, но на самом деле здесь тоже не нужно понимать, что подразумевается под словом шаблон, потому что на самом деле когда мы говорим о готовом решении, это все-таки готовые именно решения с совсем включенным функционалом, рабочим функционалом, тот, который отрисован на каждом макете дизайна и он уже корректно устанавливается на битрикс и соответственно отличается от того стандартного дизайна, который идет в стандартной поставке. И там весь функционал работает и там можно заменить демо данные на свои данные, можно уже начать его размещать и в публичной части интернета и задумываться о SEO, наполнении контентом и так далее. Действительно готовый сайт имеет низкую стоимость входа, потому что во-первых таких предложений много, есть конкурентная борьба среди разработчиков и очень важно, чтобы именно его решение, которое с одной стороны технологичное, с другой стороны не очень дорогое, покупалось. И соответственно каждый разработчик очень хочет, чтобы у него купили много таких решений для того, чтобы он отбил те затраты, которые он потратил на то, чтобы реализовать это готовое решение. Действительно в готовом решении есть уже существующий рабочий набор функционала. И нужно это тоже понимать, что то, что не реализовано, но вам это нужно, это уже, скажем так, либо доработка, либо поддержка, которая требует дополнительных затрат. Это тоже нужно учитывать. Действительно в готовом решении и заказчику необходимо мириться, наверное, с тем, что он уже подстраивается, выбрав вариант готового решения под какие-то, под отсутствие индивидуальности. Да, вы можете разместить свой логотип, свои контакты, естественно, там подогнать по цвету, но все равно структура, и дальше мы увидим, она плюс-минус будет очень похожа, что в последствии обычно приводит к тому, что когда на первом этапе вы упираетесь в требования определенной уникальности на рынке, то вы уже уходите от каких-то готовых вещей в сторону индивидуальности. На первом этапе эта индивидуальность сглаживается, ее практически нет, потому что на первом старте вы приобретаете уже некий набор готового функционала и готового внешнего вида, с которым вы действительно уже соглашаетесь. Ограничения для заказчика при выборе готового решения тоже накладываются. Я приведу простой пример, наверное. Если у вас в 1С, в которой вы хотите от поставщика приходят горизонтальные фотографии товаров, а вы выбрали решение, где у вас вертикальные фотографии представлены в виде демо-данных, то здесь вам придется как-то ужиматься в этом, либо заменить фотографии со стороны поставщика, заменив соответственно на вертикальный, потому что если вы выгрузите в область, которая предусмотрена готовым решением в вертикальный формат горизонтальной фотографии, то вы увидите поля. Вроде бы мелочь какая-то, и это не является недоработкой поставщика готового решения. Это всего лишь особенность этого решения, потому что да, можно увеличить фотографию, но она будет смотреться некрасиво, но это те вещи, на которые обычно заказчик не обращает внимания, те мелочи, которые в итоге могут повлиять на общую картину того решения, которое получится в итоге, когда вы разместите свой контент. Поэтому да, вот эти ограничения какие-то для заказчика при выборе готового решения нужно учитывать. Что же касается уникального проекта, то здесь очень важна предпроектная подготовка к проекту, потому что изучение специфики, нюансов, деятельности заказчика в итоге должна выйдеться в тот проект, который будет окупаем, тот, который позволит заказчику выйти на рынок с существенно отличающимся от его конкурентом инструментом по продажам. Это очень важно обсуждать на берегу. У нас очень там часто очень сильные баталии идут там с заказчиком, маркетингом и так далее. Для того, чтобы вот найти некий консенсус, как они видят для себя победу над своими конкурентами, что мы можем реализовать для того, чтобы действительно выйти на рынок с каким-то инструментом, который будет существенно отличаться от конкурентов, и как это преподнести потенциальным покупателям для того, чтобы они поняли, что вот правильный, ну, помимо цены, естественно, что есть удобство, есть какие-то другие особенности, которые повышают возможность приобретения товаров именно у этого заказчика. Действительно, для того, чтобы разработать хороший, уникальный проект, нужны длительные сроки. То есть, действительно, да, заказчик приходит со своими пожеланиями, говорит, я хочу вот это, вот это, вот это, я хочу там до два месяца. Но когда на этапе предпроектной подготовки ты начинаешь задавать вопросы, начинаешь углубляться в детали, которые на самом деле на данном этапе может быть заказчик даже не продумывал, уже начинает, у заказчика понимание, что не всегда его желаемые сроки возможны, потому что то, что он хочет по трудозатратам гораздо существенно больше, нежели он думал изначально. Поэтому хороший, уникальный проект не может делаться быстро. Соответственно, время, это, как я уже говорил, влияет на бюджет. И, соответственно, уникальный проект поэтому и всегда дороже готового, потому что это индивидуальный подход клиенту, это гораздо очень высокие трудозатраты на понимание того, что хочет клиент, на осознание того, что хочет клиент. И очень часто мы какие-то решения, способы или возможности современные предлагаем клиенту, который меняет даже свои требования при разработке проекта, потому что мы можем посоветовать какой-то инструментарий, о котором клиент не знал, потому что он не является специалистом веб-разработки. И, соответственно, это также может повлиять на стоимость и сроки реализации этого проекта. Очень важно, когда потенциальный исполнитель действительно не просто приходит и говорит «Мы вам сделаем все-все-все», а он проводит определенную работу, чтобы понять специфику деятельности той компании, которая выбирает его как исполнителя. Это очень важно, потому что просто мешать кучу удобного функционала в интернет-магазин, этого недостаточно. Очень важно учитывать нюансы, какие-то особенности деятельности клиента для того, чтобы подобрать для него именно те инструменты, которые будут помогать его потенциальному покупателю более удобно, более быстро принимать решения о покупке. и действительно уникальность это очень важная вещь, которая всегда выделяет тебя из многих других твоих конкурентов. Соответственно, за бренд идет борьба и узнаваемость бренда. Это очень важная вещь. А если вы разработали сайт с очень правильным инструментом, который относится к вашей специфике деятельности и другие рекомендуют ваш бренд, то это наверное то, что в результате хочет получить любой заказчик для своего проекта. Для того, чтобы любой проект начать, нужно с чего-то начинать. Ну, идеи, конечно, это очень хорошо, но, как показывает практика, этого недостаточно, чтобы идея была реализована. Для того, чтобы реализовать просто идеи, нужно очень-очень плотно работать над каждой деталью своего проекта. очень важно понять и прописать то, что вы хотите. Поэтому мы всегда работаем в связке с заказчиком для того, чтобы подготовки технической документации, учесть все нюансы, особенности заказчика, учесть все его стратегические планы, учесть все его существующие накопившиеся проблемы. А не секрет, что огромное количество сайтов, они достаточно уже старые и существенно теряют свои позиции только потому, что не соответствуют современным нормам и стандартам. Потому что уже давно существует мобильное устройство, а сайт, сделанный 4 года назад, он даже корректно не отображается в мобильных браузерах. У него нету функционала, чтобы с планшета с тачскринговского экрана сделать заказ для покупки. И это сокращает количество потребителей заказов, что влияет на общий оборот компании. Очень важен сейчас контент, потому что уникальность контента, которая написана под требования в том числе и SEO-специалистов, помогает постоянному продвижению самостоятельно. У нас есть проект, например, аутлетов нет, которые мы разработали, не связанные с вебом и так далее. И мы только на написание контента у нас ушло полтора года, но сейчас по ключевым запросам этот проект в топе. Ради интереса можете набрать аутлеты в Москве или просто слова аутлеты, мы будем в топ-5 или топ-3. Это к чему говорить, что нельзя копировать контент, нельзя его относиться к нему очень вольготно, так как все, что касается веба, все, что касается подготовки к разработке, это очень важный инструмент, и надо учитывать существующие требования тех же роботов поисковых и так далее при написании этого контента. Это тоже время, это тоже затраты, которые нужно делать. Очень важно делать сейчас удобные, быстрые сайты, битрикс очень сильно способствуют тому, чтобы сайты работали быстро, чтобы с разных регионов они грузились быстро. Это еще один плюс к тому, чтобы именно вас выбрали среди других конкурентов. Ведь не секрет, что сейчас все существующие браузеры это вкладочная схема работы, то есть человек открывает сразу 3-4 сайта, и тот, который быстрее грузится, тот, который быстрее отображается, он и является тем предметом, с которого начинает просмотр, а может быть даже и не уходит дальше, если на первом сайте клиента все устраивает. А если сайт долго грузит, или флешка, или непонятная структура, что дальше делать, и ответить на вопрос, если вы что-то покупаете, сколько стоит, то скорее всего вы ничего не продадите без такого ресурса. Действительно, в крупных компаниях рассматриваются варианты не только разработки, например, интернет-магазинов, но и дальнейшего сопровождения потенциальных клиентов. И нормально, когда ты уже при разработке сайта начинаешь задаваться вопросом, вот хорошо, я сделал сайт, а как я буду обслуживать своих потребителей, потенциальных заказчиков, как я их буду сопровождать, как я буду сопровождать их отгрузку, сделку, что я буду делать с тем, кто, например, отложил по каким-то причинам покупку. Для этого сейчас есть огромное количество инструментов, включая корпоративного портала или облачного сервиса в Битриксе, который снимает эти вопросы, позволяет вам не только разработать сайт, но и обеспечить своих менеджеров удобным инструментом для сопровождения клиентов, для напоминания о себе клиенту, для того, чтобы вы подняли уровень сервиса, потому что мало просто продать товар клиенту, важно, чтобы клиент рекомендовал вас или захотел вернуться, а за это уже отвечает не только сайт его функциональности, но и уровень сервиса, который у вас существует для работы с клиентом. И для этого тоже есть инструменты, включая бесплатные, которые позволяют вам на первом этапе решить эти вопросы. Наверное, вещь очень частная, но часто встречающаяся. Очень часто заказчик, обладая внутри своей компании различными существующими уже там системами, Аксаптами, ERP-системами, какие-то собственными CRM-ами, не всегда предоставляет на оценку потенциальному исполнителю рабочие доступы. Потому что клиент думает, что просто назвав какой-то продукт или так далее, или там возможности, он получит точную оценку для того, чтобы понять, насколько какие средства или трудозатраты понесет исполнитель для интеграции существующих сервисов заказчиков с его новым сайтом, к примеру. И не всегда он готов, заказчик готов к тому, чтобы предоставить доступы. Но это существенно повышает риски увеличения цены на интеграцию, когда ты не понимаешь, как у тебя возможна интеграция с тем или иным сервисом, который есть у заказчика. Поэтому, если заказчик уже выбрал какого-то исполнителя, то очень важно, чтобы он предоставлял все рабочие доступы к тем сервисам, с которым он планирует интеграция. Для того, чтобы действительно исполнитель мог рассчитать трудозатраты, для того, чтобы подключить нужный функционал к новому разрабатываемому проекту. И вот мы подходим к тому, а как же, собственно говоря, в наше время выбрать исполнителя. Ведь у разных заказчиков свои критерии по выбору исполнителя. Кому? Кто-то выбирает по цене, кто-то выбирает по портфолию, кто-то по статусу, кто-то по аналогичным реализованным проектам. Вот я попытался собрать все вместе для того, чтобы вам было наглядно видно, на что обратить внимание при выборе, например, исполнителя, либо по доработке или поддержке своего проекта. Итак, очень важно, чтобы у исполнителя был сайт. И очень важно, чтобы этот сайт не был каким-то старым необновляемым ресурсом. Потому что сайт – это жизнь компании, сайт – это то, что показывает, что компания развивается и живет. И это очень важно. Смотря на сайт потенциального исполнителя, вы должны понимать, насколько он может сделать качественный продукт для вас. Потому что, если он собственный сайт не может сделать качественно, то как же он качественно сделает для вас? и здесь нужно понимать, вот если сайт или какие-то проекты потенциального исполнителя вам нравятся, то тогда можно уже принимать какое-то решение. Очень важно, на мой взгляд, чтобы на сайте вы всегда могли ответить на вопрос, а сколько стоит. Потому что этот ключевой вопрос, он всегда очень важен для потенциального заказчика. и я думаю, что тот, кто не скрывает, сколько стоит стоимость, сколько стоит работа потенциального исполнителя, тот, в общем-то, всегда в выигрыше. Потому что он снимает вопросы огромного количества заказчиков, какое количество денег нужно потратить на реализацию того или иного проекта. Особая часть любого сайта это проекты, которые реализовал потенциальный исполнитель, какого уровня, какой сложности, насколько они сейчас работают, как они представлены. Вы всегда должны видеть, как нарисован проект, как существует ли он сейчас, насколько потенциальный проект отвечает, например, той тематике, которую вы хотите поручить потенциальному исполнителю. Очень важно количество реализованных проектов, потому что если у клиента 3-4 проектов, у исполнителя 3-4 реализованных проектов и все, но здесь говорит о том, насколько его сотрудники компетентны, насколько он действительно может решать сложные задачи, которые стоят перед вами. И действительно очень важно, когда потенциальный исполнитель тратит время на то, чтобы подготовить бизнес-кейсы для того, чтобы рассказать потенциальному заказчику о том, с какими сложностями можно столкнуться, с какими особенностями того или иного реализации возможностей с особенностями реализации можно столкнуться при разработке или интеграции или обновлении битрикса или, например, при интеграции нестандартной 1С с битриксом. Это очень важно, потому что очень первичные задачи всегда в итоге натыкаются на какие-то вещи, которые ты сначала не подразумеваешь. Есть кейсы, которые описывают эти особенности, эти редкие, но все-таки моменты. Это очень важно для выбора потенциального исполнителя. Естественно, компетенция. Сейчас битрикс делает все для того, чтобы увеличить качество своих партнеров. Он проводит курсы, он сейчас изменил даже систему начисления баллов. Он делает все, чтобы его партнерская сеть была компетентной. И компетенция на самом деле любого исполнителя зависит от чего? От сложности реализованных проектов и, соответственно, от тех чем сложнее проект, следовательно, у него есть компетенция со сложными интеграциями, будь то 1С, будь то ERP-система, будь то какие-то доработанные корпоративные порталы и так далее. Естественно, вот наличие этого опыта всегда должно внушать доверие потенциальному заказчику. И, естественно, наверное, неправильно говорить о персонале ставить на четвертый, в конце говорить об этом, ведь в конечном итоге все решают те руки, которые будут делать, исполнять задачи заказчика. Очень важно, чтобы количество сотрудников было в студии, потому что очень часто заходишь на сайты партнеров и не всегда ты видишь, даже не понимаешь, а вообще есть сотрудники в компании. Мы для этого делаем все, для того, чтобы клиент мог всегда взять и посмотреть, какое количество сотрудников. Очень важно, чтобы специалисты проходили и получали сертификаты Битрикса, тем самым подтверждали свои знания, а так как Битрик всегда развивается, всегда внедряет что-то новое, то и специалисты должны быть в ногу со временем и знать, что происходит, знать особенности, понимать это, понимать те трудности, с которыми можно столкнуться при реализации проекта. Поэтому очень важно, чтобы персонал был очень компетентным для выполнения действительно сложных проектов. Так вот, подошли к тому, чтобы, вот есть два слайда, которые, это примеры готовых решений, даже это наше решение, которое существует на Marketplace, они выложены, и вот я специально их представил все вместе, чтобы для себя вы увидели, что на самом деле они чем-то похожи, потому что они несколько нейтральны, они в основном все светлые, и они не учитывают, наверное, может быть, они хоть из разной виды деятельности, да, то есть здесь есть электроника, одежда, мебель, другая электроника, смартфоны, планшеты, но здесь нету какой-то изюминки, здесь нету какого-то отличительной черты, то есть вот то, что отличает сайт от многих, мы сравним то же самое, например, между уникальными проектами, мы видим, что они совершенно другие, они учитывают световую гамму, они учитывают какие-то технические возможности, они учитывают специфику товара, который продают, или, например, даже язык, который ближе к тому типу товаров, которые собирается продавать заказчик. Более того, сам дизайн, он провоцирует на понимание, чем же занимается компания в целом, и достаточно просто посмотреть на главную страницу, чтобы понять, чем занимается компания, что она предлагает, и она, сразу есть ассоциация с чем-то, чем занимается компания, это очень важно, потому что, если вернуться на предыдущий слайд, то здесь очень скудно, можно даже так сказать, нежели с тем, что предлагается в уникальных решениях. Так какие же проблемы могут возникнуть между исполнителем и заказчиком при реализации проекта, любого проекта? Какие проблемы могут возникнуть с заказчиком? Ну, во-первых, очень часто бывает, что сам заказчик не может предоставить исполнителю того одного единственного человека, который будет от его компании выступать по проекту. У нас был случай, когда у нас на встрече было 12 директоров, которые рассказывали все по своему проекту, и в результате мы дальше никуда не пошли, потому что мы полгода писали техническое задание и в результате ни к чему не пришли. И мы отказались от этого проекта, потому что невозможно тратить огромное количество времени на проект, который еще не устаканился у самого заказчика. Одного человека, который отвечает за проект, он не может доставить. Действительно, если отсутствуют материалы при старте проекта, я имею ввиду старт проекта, когда идет разработка, то это опять-таки уже замороженная будущая проблема на этапе реализации его. И это тоже нужно учитывать потенциальному заказчику. Очень важно, когда заказчик понимает, если он понимает цель своего проекта, его задачи, то он должен понимать и критерии приемки этого проекта у исполнителя, а значит, он должен с ним это обговорить на берегу, потому что заказчик должен понимать, что он хочет видеть, а исполнитель должен знать, что от него хочет видеть заказчик, они должны найти точки соприкосновения. Какие критерии важны для заказчика, чтобы проект был принят. Проблемы, которые могут столкнуться с исполнителем. Действительно, сейчас на рынке большая конкуренция. Понятно, что сейчас на падающем рынке кто-то уйдет, кто-то останется, кто-то появится, а это значит, что тот, кто только, например, появляется на этом рынке, он будет пытаться захватить свою нишу, а значит, он будет предлагать стоимость существенно ниже, нежели на самом деле стоит этот проект. И здесь можно попасть в ситуацию, когда у кого, особенно у заказчика в критерии приемки, это цена, то он может попасть в ситуацию, что проект не будет выполнен. Потому что потенциальный новенький разработчик попытался захватить или получить клиента, он существенно занизил сроки и стоимость, а на самом деле не учел рисков по проекту. И значит, начинается обычно увеличение сроков, пересмотр стоимости, и все вытекает в то, что заказчик недоволен, он рассчитывал на одно, а у него, может быть, какие-то планы были, они начинают срываться, и, собственно, возникает конфликт. Действительно, молодые студии иногда переоценивают свои возможности, они пытаются просто получить любой заказ, а потом, получив заказ, начинают подбирать под этот заказ исполнителей. Может быть, фрилансеров, может быть, знакомых, может быть, ребят-студентов по собственной кафедре. Но это тоже на самом деле риски, которые в конечном итоге выйдут в недовольство заказчика. Использование дешевых специалистов, почему я это называю, здесь отметил, не секрет также, что содержание сотрудников в штате это, в общем-то, определенные расходы, которые связаны с административными расходами и прочее, и прочее. А значит, и очень многие студии отказываются от штатных сотрудников в пользу людей, которые не являются штатами. А значит, они подвергают риску тех заказчиков, которые приходят к ним и заказывают проекты, потому что фрилансер, он может отказаться, у него может случиться беда, и очень сложно потом из полусделанного проекта найти еще одного, куда делать. Это тоже риск, который, в общем-то, может возникнуть исполнителем. Мы считаем и отводим очень серьезное время, например, планирование работы. Мы сейчас расписываем каждый проект позадачно, по срокам выполнения, что должен заказчик предоставить или сделать, что должен исполнитель сделать для того, чтобы у нас был четкий график работы, четкие выполнения начала задачи и конца задачи. И когда вот такое планирование существует, то мы можем видеть и загрузку, и учитывать какие-то особенности срывы сроков. Мы можем прогнозировать какие-то вещи, которые сейчас многим, может быть, компаниям еще и не видны, когда они схватили проект, набрали там несколько разработчиков под этот проект и, не запланировав четкие задачи, пошли делать как бы просто вот кучно. Огромное количество проблем из-за этого может возникнуть на этапе реализации. И это тоже нужно учитывать, потому что умение планировать работу, умение планировать производство – это очень важный элемент, который существенно сокращает риск неисполнения проекта. Какие общие могут быть проблемы? Действительно взаимодействие между заказчиком и исполнителем. Почему я говорил о том, что очень важно, когда со стороны заказчика существует ответственное лицо? Это лицо должно быть всегда на связи, потому что в процессе исполнения возможны вопросы, которые нужно решать очень быстро. И если нет связи с заказчиком, то процесс разработки может встать. И либо заказчик будет занят, либо если нужна большая процедура пересогласования, то проект может затянуться, и очень важно, чтобы взаимодействие между заказчиком и исполнителем было как можно быстро. Это очень важно. Общие проблемы, когда вроде бы задача техники описана тремя абзацами, и нет более четкого понимания проекта, заказчик говорит, ну зачем мне ТЗ, вот, пожалуйста, я же написал, что мне надо, вы, пожалуйста, сделайте. И когда нет четкого прописанного технического задания, то на этапе разработки, когда начинается какая-то часть, которая касается нюансов, которые не прописаны, либо они названы общими словами, они приводят все время, как показывает практика, просто к изменению стоимости и сроков. И опять-таки недовольство потенциального заказчика, потому что он говорит, ну ребят, я пришел к вам, вы же профессионалы, а вот здесь почему-то вы стали спрашивать вопросы, которые, в общем-то, могли спросить и раньше, я, может быть, бы с вами не пошел за те деньги, которые мне назвали, или сейчас называете, а так получается, что вы меня, может быть, вообще обманули. Вы сейчас предложили стоимость очень маленькую, а теперь, когда мы с вами уже пошли работать, менять что-то очень тяжело, вы начинаете увеличивать стоимость, потому что якобы мы не учли тех или иных факторов. Это тоже очень важный момент, на который я хотел бы остановиться. Мы в своей работе, если уже касаться, переходить к следующему пункту по договорам, мы всегда даем возможность клиенту от нас корректно уйти. Это значит, что мы каждый этап работы оформляем отдельным договором или приложением договора, потому что все может поменяться, ну например, там, даже вот исходя из слова «кризис», которым я сегодня, в общем-то, сделал акцент в своем выступлении, может финансовые возможности уже не позволяйте со стороны заказчика реализовать какой-то проект, если это, конечно, не заложено в бюджет. И после того, как мы, например, нарисовали дизайн, клиент сказал, господа, с вами было очень хорошо, но дальше мы не можем идти, потому что у нас есть там свои какие-то трудности. И вот когда у нас нет такой привязки, там, все работы в один договор, мы спокойно закрываем договорный дизайн и ждем, даем это все дело клиенту, и клиент уже дальше сам решает там, придет он к нам, когда он восстановит свои проблемы финансовые или пойдет к другому исполнителю. Это очень важный момент. Мы всегда стараемся идти, помочь клиенту решить его вопросы, и, соответственно, даже в случае расставания мы всегда обязаны ему отдать ровно то, что было выполнено, и за что клиент заплатил и принял работу, самое важное. Потому что даже если мы что-то разбиваем на этапы, у нас есть там обязательные условия, что каждый этап должен состоять из того функционала, который можно, а, запустить, посмотреть, проверить, для того, чтобы это работало. Это тоже очень важно. Действительно, есть такая проблема, когда не всегда клиент, заказчик и исполнитель могут одинаково понимать, что же нужно заказчику. Потому что одни ожидания могут быть у заказчика, другие ожидания, или то, что ожидает заказчик, может, понятие того, что ожидает заказчик, может, у исполнителя. И когда в итоге исполнитель понимает что-то по-своему делает это, и это не совсем то, что ожидает заказчик, всегда это приводит опять-таки к конфликту. Но здесь очень важно учитывать, что чем меньше информации от заказчика, что же нужно сделать по проекту, тем выше риск оказаться в этой ситуации. С другой стороны, очень часто продажник какой-то студии или какого-то исполнителя потенциального, он начинает говорить о том, что мы все сделаем, все будет здорово, там все классно, классно, классно. Но когда дело доходит до дела, то это превращается уже в какие-то ограничения, на что, собственно говоря, заказчик реагирует негативно. Поэтому, опять-таки, наша позиция такая, что нужно обо всем говорить на берегу, о плюсах, о минусах, для того, чтобы у заказчика была общая картина. А он уже сам брал на себя риски, он будет идти к тому, кто дешево, быстро и так далее, или к тому, кто более полноценно описывает то, что будет по пути совместного взаимодействия в рамках проекта заказчика. Так какие же решения можно предложить тем проблемам, которые могут быть с обеих сторон? Действительно, техническое задание должно быть обязательным документом, которое формально ограничивает, с одной стороны, заказчика, чтобы он не требовал от исполнителя тех обязательств, которые не прописаны, а с другой стороны, у заказчика есть уверенность, что он за те деньги, в те сроки, которые прописаны в техническом задании, получит то, что он и согласовал. И всегда есть документ, даже при сдаче, когда можно просто ходить по абзацам технического задания и проверять эту работу, проверять, сделано или не сделано. Это очень важно, потому что это снимает огромное количество проблем при сдаче проекта. Как я уже и говорил, наверное, уже раз в третий говорю за это выступление, что очень важно, когда материалы передаются до разработки, потому что, опять-таки, это существенно снижает риск увеличения сроков и запуска проекта в жизнь. Ну и, как я уже говорил, на каждый этап делается должен отдельный договор. Для того, чтобы, например, после технического задания, не секрет, что стоимость может поменяться. Не потому, что исполнитель решил кинуть туда какую-то свою маржу увеличенную, а очень часто заказчика на этапе разработки технического задания ты заказчику рекомендуешь какие-то функциональные особенности или инструменты, о которых заказчик не знал или не думал их применять, а тут они на самом деле оказались важными, что, соответственно, увеличивает трудозатраты, а значит и стоимость проекта на выходе, который может отличаться от того коммерческого предложения, которое было первичное. И не всегда заказчик может идти дальше, а значит на этапе даже написанного технического задания можно корректно закончить отношения, и заказчик пойдет на хорошем техническом задании куда-то дальше. Либо наоборот, он будет точно знать, что у него всегда есть инструмент, который позволит ему выйти из проекта, собственно говоря, получив минимальные какие-то риски от исполнителя. Поэтому мы работаем по такому принципу. Мы всегда стараемся дать возможность клиенту, если его что-то не устраивает, и мы не можем найти общий язык, корректно с нами остаться. Это, на мой взгляд, одно из наших преимуществ. Собственно говоря, в заключении, те клиенты, с которыми мы работаем и работали, и если у вас есть какие-то вопросы, я готов на них ответить. Посмотрим сейчас. Так. Чем ТЗ на сайт отличается от требований контента и дизайна? Вы знаете, техническое задание это документ, который подробнейшим образом описывает техническую сторону вашего сайта. То бишь те изменения по функционалу, которые нужно сделать для того, чтобы получить тот проект, который вы хотите сделать. Потому что очень часто требования к дизайну – это графика, это внешний вид, это требования к размещению блоков. Но вот как функционал или как нужно изменить стандартный модуль Битрикса для того, чтобы то, что вы нарисовали и согласовали на макетах заработало, это и есть элемент технического задания, который должен быть прописан. Как будет настроена интеграция, с какими внешними приложениями будет интеграция, каким способом будет это интегрироваться. Это все элементы технического задания, которые нужно прописывать. И действительно, вы же не будете совмещать требования к контенту или вообще сравнивать требования к контенту с требованием, например, интеграции с 1С. А это несравнимые вещи. Поэтому действительно, требования к контенту и дизайну – это только часть технического задания, которое описывает небольшую часть вашего проекта. А все техническое задание – это технический документ, который может себе включать. И требования к дизайну, и требования к контенту, и требования к интеграциям, и требования к доработкам каких-то, может быть, интеграций с платежными системами. Может быть, какая-то у вас платежная система, которая сейчас не настолько популярна, как там Яндекс.3.0 или там Робокас или и так далее. Может быть, у вас шоу в банк, из которого у вас есть договор о работе, нету сейчас возможности принимать от других, деньги от других банков. И вам нужно разработать модуль интеграции именно с этим банком. А у него нету модуля для битрикса. Поэтому это все должно прописываться в техническом задании. Работаем ли мы с информационными сайтами? Да, работаем. У нас есть собственный проект, который аутлетов нет. Это полный информационный сайт, полнейший, посвященный моде. Поэтому вы можете на него зайти, посмотреть и, как говорят, ответить на этот вопрос. Михаил задает вопрос. Если сайт новый и нет никаких изменений, все делаем с нуля? Так, наверное... А, так, это продолжение, видимо, вопроса по техническому заданию, насколько я понял. Если вы делаете что-то с нуля, то нужно брать и писать техническое задание с нуля. Для того, чтобы вы рассказали, какие задачи у вас стоят перед разработкой сайта, вообще, что вы решаете с точки зрения бизнеса. Для того, чтобы можно было предложить вам те варианты реализации и прописать их техническим заданиям, которые будут отвечать вашей деятельности. Если много костылей уже наставлено, боретесь? Вы знаете, для этого есть у нас аудит, такая услуга, и здесь вопрос, что вы хотите, когда побороть, для чего вы хотите побороть эти костыли? Потому что, если, например, борьба с костылями – это постоянно неожиданные вещи, которые всплывают, мы можем это делать там же и на поддержке. Но если рассчитать после аудита, что проще не бороться с костылями, а просто написать заново нормальный код, комментируемый, то, в общем-то, мы это вам и посоветуем. Здесь надо смотреть, что действительно у вас там сделано, ну, по вашему мнению, некорректно для того, чтобы рассчитать трудозатраты и посоветовать правильный вариант, там, переписать костыль или, например, разработать функционалов нуля. Здесь надо смотреть чисто по трудозатратам и по бизнесу. Много контента уже и все проиндексировано. Ну, это очень хорошо, но давайте не путать контентную часть и функциональную часть, потому что костыль обычно пишется для разработки какого-то функционала или верстки, если там не всегда умеют корректно верстать под битрикс, люди уже применяют там какие-то вещи. А на контенте это никак не отразит, он никуда не денется, если вы его не планируете менять, конечно. Давайте еще посмотрим какие-то вопросики. Так, скажите, запись будет, и на самом деле я готов, у меня есть контакты на моем слайде, вы можете запросить у меня эту презентацию, я вам с удовольствием ее вышлю. Сергей задает, где можно получить запись вебинара, но запись вебинара, насколько я знаю, через 2-3 дня выкладывается на сайте битрикса, если вам нужна моя презентация, которую я вам сегодня показывал, или вообще вопросы консультации какие-то от нас, то вы можете соответственно запросить ее по моим контактам, я вам с удовольствием ее предоставлю. Можно ли предоставить клиенту ТЗ разработанную студию ее виднее проекта? Да, действительно, мы берем в разработку техническое задание других разработчиков, у нас достаточно высококвалифицированный технический директор, который, если просматривает техническое задание, видит, что по этому техническому заданию можно сделать проект, и у него нет каких-то нареканий, то, соответственно, оно берется в основу и разработка может вестись и с техническим заданием другой студии. Если есть, например, какие-то комментарии к техническому заданию или требования расписать какие-то вещи, которые описаны односложно, ну, например, уже часто бывает такая ситуация у нас, когда ты читаешь техническое задание чужой студии на 40 страниц, а в конце написано, что нужна мобильная версия сайта или там нужно разработать приложение, а вот именно вот это вот требование, одно вот это предложение не расписано никак. Или, например, там будет интеграция с 1С, какая интеграция, там с какой 1С, это не расписано. То есть, действительно, таким документом надо доработать для того, чтобы было понимание у исполнителя, что нужно сделать для того, чтобы рассчитать свои трудозатраты. Александр спрашивает, выделяется ли отдельный менеджер? У нас целый пул работает с клиентом обычно, начиная от продажника, выделяется действительно отдельный менеджер по проектам, дальше у нас есть арт-директор, поэтому здесь на каждом этапе с вами работает тот человек, на каждом этапе разработок, который отвечает за конкретную вещь. И действительно, у вас есть один человек, который отвечает за весь проект в целом. Поэтому вы всегда будете под вниманием, вы всегда будете в диалоге, может быть, в споре творческом, что мы очень часто на самом деле используем, потому что не всегда заказчик может учесть в своих требованиях последнее веяние моды, там, веб-разработки, и мы стараемся в диалоге решить с ним этот вопрос, может быть, даже в творческом споре. Но в моем понимании это очень такой правильный вариант, когда ты советуешь что-то, рекомендуешь что-то потенциальному заказчику или заказчику уже. И здесь от него уже зависит, а он учел, там, например, такие возможности в своих требованиях или нет. Или, например, согласен ли он с нашим предложением использовать тот или иной вид функционала, отображения, удобства, фильтра и так далее, и тому подобное. В моем понимании это очень важно. Потому что только в споре рождается истина, если эта истина в результате поможет человеку запустить и качественный проект, ну, это очень здорово. Потому что мы очень часто работаем на то, чтобы каждый проект у нас оказался в портфолио, его было не стыдно показать. Для нас это очень важно. Не важно, что мы там достаточно уже долго на рынке, вот это требование к нашим проектам, оно всегда сохраняется. Для нас это тоже важно. Александр спрашивает также, продолжает спрашивать, каким образом идет общение в интернете через тикеты. Если мы говорим про поддержку сайта на нашей поддержке, то да, общение по поддержке какого-то проекта идет через тикеты, чтобы все записывалось. Если мы говорим о разработке конкретного проекта до поддержки, то если мы находимся в одном городе, то, естественно, это живое общение. Если, например, вы находитесь в каком-то другом городе и нет возможности видеть